Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 28 апреля 2016 года четверг по одному из старинных 17 день месяца пассивного речения 7524 лета понедельник. Мы начинаем живой эфир, который посвящен теме «Рахманы из глубины веков рахманова традиции». Главный соведущий – Торр Рахман. Здравия тебе! Здравия, уважаемые славяне! Здравия, Алексей! Я, прежде всего, хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность выступить сегодня с не совсем обычной новой информацией. «Звать меня Рахман Торрер». И нас иногда путают с Арием Радославом, который родом из Одессы, учился у Мальфара, который уже почил в Бозе на Карпатах. он очень юн, и он исповедует как бы рахманскую традицию. Это, в принципе, мне льстит тем, что наша рахманская традиция из бассейна реки Волги, она, в общем-то, имеет свои отголоски и укоренилась в различных частях света. Но тогда... Я просто хотел уточнить. В общем, тебе кажется, что популярность такая существует, но в связи с этой популярностью происходит, наверное, и вот, насколько я понял из своего начала, некая путаница. Вот здесь надо тогда, наверное, определиться с тем, кто же такие рахманы, наверное, надо об этом сказать, и почему именно слово «рахман» применяется, а не просто «ведун» или кто-то еще. Или, может быть, это и «ведун», и «жрец», и так далее. Здесь все употребимо в этом смысле, вот относительно рахмановой традиции. Да, совершенно верно. Сейчас люди очень много спрашивают, потому что наш орден рахманских латых поясов, он манифестировал себя совсем недавно. Это было связано с тем, что мы совершенно до недавнего времени действовали, существовали в закрытом формате. Сейчас в ордене было принято решение, что необходимо информацию отдать в широкие круги. Это связано с тем, что ропот среди славян нарастает, люди просыпаются, они видят сейчас очень много источников, очень много авторов, и они часто, те, кто приходят к нам, просят просто искренне, просят помочь им как бы разобраться в происходящем. Значит, истоки и корни наши очень тесно переплетены с инглизмом. Я, значит, в ходе своего изложения постараюсь это взаимовязать. А почему Рахман? Ну, все слышали такого автора, Платон Лукашевич, он разбирался с сакральным языком русов, и он как бы пришел к выводу, что жрецы намеренно переставляли слоги, буквицы для того, чтобы вороги чужеземные не смогли освоить, разобраться в нашем наследии и использовать его против наших. Вообще, Ра, Ра-река, сияющая, светлая, это наша Волга. И вот Платон Лукашевич, он говорит, что Волга – это зачарамутенная глава, то есть главная река. И вот там при дыхании Рах, это не просто при дыхании или фонема, это уже идет или Трага, или буквицы, или руна. И человек, знание, который обитал искренне на Ра-реке, он как бы и назывался Рахманом. И получилось так, что Рахманы для многих народов начали выступать учителями. И каким-то образом сохранили в чистоте эти знания, которые передавались из глубины веков. То есть фактически Рахман – это служитель Рамхи. И здесь я, может быть, шокирую многих славян тем, что мы считаем Рамху женской ипостачью. И в отличие от нашего как бы патриархального общества, которые считают это мужской ипостачью. И фактически Рахман – это служитель Рамхи. Значит, в каком смысле? Мы с вами все помним основной онтологический труд, который используется в английском как «Книга света», где в голове начала поясняется, что Рамха пребывал от имени мужской ипостаси, как ведется, повествование. Рамха пребывал в старой действительности. Затем он проявился в новую действительность. В действительность озарился светом радости. И в эту новую действительность потекла нескачаемая жизнеродящая Инглея, то есть иммунация Рамхи. А вот в обителях жизни эту жизнеродящую иммунацию, Инглею, подхватили служители Рахманы, служители Рамхи. И тем самым наше учение имеет завершенный концептуальный и системный вид, в котором как бы три ипостаси, три глав соединены в единое целое. Вот такое небольшое вступление. Может быть, Алексей, у вас будут какие-то реплики. Ну, во-первых, мы на «ты» общаемся. Вы можно, наверное, употреблять нашим радиослушателям, поскольку их много. А мы с тобой вдвоем, поэтому мы с тобой на «ты». Давай, наверное, вот что мы осветим здесь. Очень часто заходят разговоры, что ну вот, опять тут ракомольцы собрались, опять про какого-то Ра говорят, идите в свой Египет, там такой-то, не такой-то хорошие и плохие слова там говорят про него, и там этому Ра молитесь. А забывают о том, что на самом деле, вот если взять даже не такое далекое прошлое, вот открываем историю Советского Союза, там есть такой фильм, насколько я помню, 1938 год, довоенный фильм «Минин и Пожарский». И вот там один из наших недругов говорит, что русские скрылись за рекой Волгой, которая раньше называлась река Ра. Очень интересно, да? То есть, 1938 год, казалось бы, там никаких рахманских традиций, никаких инглингах, никаких там даже староверах или славянском движении, тогда разговоров-то особого не было, но при этом в этом фильме в открытую упоминается река Ра, которая сейчас называется Волгой, и где эти русские вот за этой рекой спрятались. Это как бы одно из таких прям очевидных упоминаний о том, что Ра существовала. Но так все-таки Рахман, это получается человек с реки Волги, да? Так, если более дословно перевести? Обобщенный, да, Мэн, Мэн, Срах реки. А Руна-Ман это, значит, человек знания, который посвятил себя служению Рамхи. Хорошо, хорошо. Ну вот, и давай теперь поговорим. Эта традиция, когда она вообще появилась? Это что, одно из изначалей, как вот, например, если уж ты упомянул слово инглинги, да, или ингляне по-старому, они говорят, что это вот изначальная наша вера, и как мы ее придерживались, так она у нас и существует до сих пор. Ничего мы не меняли, ничего мы не придумывали, никакой религии и так далее. Что получается, Рахманы, если они пересекаются так плотно с инглянами, то в этом случае это тоже от изначального всего идет? Инглия, то есть в жизни родящий свет, радости Рамхи, это как бы инская ипостась, вертикаль мироздания. Но парадоксально то, что возглавляет как бы это течение направления Патердей, а не Патриция, да, казалось бы, вот, и значит, с определенными как бы такими патриархальными позициями. Рахманизм же это именно солнечный культ, янский культ, то есть это именно значит, орден, золотой орден, который состоит и состоял всегда из воинов света, которые обеспечивали значит, воплощение эманаций в жизни родящей Инглии в обителях жизни, в частности у нас на Медгард земле. И я хочу упомянуть о том, не все знают, что было закрытое постановление ЦК КПСС 56 года о запрещении употребления и упоминания такого термина как золотая орда. То есть следы как бы золотого ордена они на самом высоком уровне уже как бы совсем в недавние времена значит, стирался высшим руководством значит, страны. Более того, на Ара-реке были построены многочисленные гидроэлектростанции и затоплены многочисленные города которые находились на Ара-реке. Я на скидку назову Ставрополь на Волге который сейчас называется Тольятти. И значит это затопление и эта гидросистема она включала в себя и бассейн Дона и в частности Цемлянск вот только на скидку два таких крупных как бы города которые на слуху еще может быть у поколения или у поколений которые сейчас живут и это делалось как бы целенаправленно. а вообще культ родины матери культ матери мира культ женщины он очень широко был распространен на Волге вот даже если взять современный Волгоград то там его украшает фактически родина мать мать мира которая находится как бы на Мамаевом кургане то есть это мамин курган матери и поэтому как бы темные силы они приложили все свои усилия чтобы нивелировать вообще как бы присутствие Рахманов на Рарике в связи с этим Рахманский орден он до 2012 года я сейчас могу об этом открыто уже говорить он значит имел свою школу и базировался в Жигулевских горах на Рарике и было обеспечено очень мощное информационное прикрытие для того чтобы как бы вот эта школа от любопытных была закрыта значит вот допустим вход в подземный город это Ширяевские пещеры значит было такое информационное прикрытие что там живут миллионы редчайших значит этих рукокрылых летучих мышек и дабы их не тревожить значит ходить туда запрещено ну для постороннего как бы человека который туда попадал на него значит как защитный экран как защитный фон значит обрушилась волна страха и только самые отчаянные головы они вот могли из нашего вот этого самарского жигулевского лета сорокоградостного значит вот окунуться в около нулевые температуры значит этого подземелья и порой значит появлялись такие сообщения что пропала группа спелеологов и так далее я могу здесь вот сослаться на слова Александра что там где существуют как бы звездные врата там всегда существуют определенные прикрытия от любопытных и если человек он как бы теряет страх своего стража и пытается проникнуть в такие места значит это может для него закончиться очень неблагоприятно сейчас ты скажем так одну из военных тайн раскрыл грубо говоря то что там где жигулевские горы находятся врата между мире как минимум а как максимум там еще что-то более интересное находится не опасаешься ли того что сейчас туда ломанутся всякие искатели приключений которые там начнут рыть копать взрывать или что-то там еще нехорошее делать а может быть и помимо этих чернокопателей туда еще и другие поползут чернистоногие дело дело в том что мне разрешили дать эту информацию я даю разрешение потому что она сейчас утратила актуальность вот само название Ставрополь если его разобрать по образам букви там прям звучит что это значит врата между мири значит вторым мощнейшим информационным прикрытием нашей школы являлся значит национальный заповедник имени Спрыгина в Жигулевских горах и в частности он обнимает собой гору Стрельную где я проходил посвящение и в Рахманы 22 декабря 2010 года и информационное прикрытие было очень мощное значит запрещалось сходить с туристических троп объявлялось что там значит находятся лаборатории по выведению всевозможных тропических вирусов то есть это место как бы опасно для посещения ну и там где находились резервные кристаллы источники питания это селение Маркваши оно тоже было прикрыто таким как бы ореолом таинственности и так далее попасть к нам можно было через явочные квартиры в Ставрополе или в Италии вспоминается там вот военные действия на самом деле если стоит цветочек на окне значит явка провалена ну вот а поскольку Плещер не увидел цветочка то ему пришлось три раза прыгать из окна я так и не действовал да это серьезно ты рассказываешь или это шутки какие-то что вот так все законспирировано дело в том что любая эзотерическая школа тем более которая значит хранит изначальные знания она должна быть такой значит вообще это комплекс пирамид которые замаскированы значит посаженным лесом часть там демонтирована и так далее после Великой Отечественной войны там вот вдумайся только Алексей в такую цифру там подневольно трудилось 600 тысяч пленных германцев ну и других народов которые пришли сюда с мечом это вот сразу уточняю сразу они там трудились на какой основе то есть их для чего туда согнали что-то там каменоломни строить что-то реку Волгу вспять направлять для чего там такое количество людей нужно уничтожать пирамиды сажать леса значит блокировать каким-то образом значит вот эти все коммуникации подземные и так далее то есть получается все-таки наши недруги об этом во всем прекрасно знали ну борьба здесь всегда велась и ведется между темными и светлыми силами самое сильное впечатление у любого человека который приедет в Самару что люди не смотрят в сторону Жигулей абсолютно даже отдыхая на противоположном берегу как бы вот стоит такой вот как бы барьер который расфокусирует вот это внимание и только вот некоторые значит вот как этот Бажанов есть такой автор Самарский был у нас в эфире да вот он значит каким-то образом рассказывает про энергетический центр земли в каменной чаше который находится в Жигулях он прекрасно осведомляет вообще широкую общественность славянскую о том что это Жигули Самарский край это истоки прославянской цивилизации и за это ему как бы большие слова благодарности и более того он фактически совершает такой духовный подвиг что он участвует в туристических турне то есть всем интересующимся людям это широко освещает у него ряд книг ряд как бы фильмов которые он снял вот про наш край и несмотря на это в общем-то вот этот информационная завеса как бы чувствуется есть некоторые сталкеры я их иначе не могу назвать которые на свой страх и риск водили и водят туристов на гору светелку на утес на молодецкий курган на гору стрельную вот но это люди как бы они считают себя энтузиастами и с одной стороны они как бы людям открывают глаза что же такое в общем-то здесь а с другой стороны как бы подвергают людей определенной опасности как и со стороны темных сил вот и не все еще как бы вот эти вот охранительные заградительные системы которые здесь были они еще отключены поэтому люди могут как бы быть подвергнуты на самом деле опасности Торо расскажи вот сейчас почему снят запрет почему сейчас пошла информация в открытую что изменилось что такого теперь можно делать в открытую раскроем нам тайну волшебную дело в том что вот необычность как бы моей информации заключается в том и ну которая шокирует людей мое утверждение о том что круги жизни они дискретны то есть перенос материи вещества из круга в круг как бы не происходит то есть люди нашего круга жизни они как бы вот находятся в замкнутом пространственно-временном континууме который начался в 1868 году и закончился в 2012 году и поэтому вот 4 года между кругами они даются как бы на расфитровку и волей-неволей мы вынуждены давать такую информацию для того чтобы люди смогли как бы открыть в себе определенные забытые способности каналы и благополучно осуществить переход в следующий круг хорошо хорошо и давай теперь все-таки вернемся к традиции еще у нас 5 минут есть до музыкальной паузы к традиции рахманов любой ли человек может стать рахманом и вообще рахман это помимо того что мы сказали человек с реки Ира то есть с Волги да это что какой-то статус какой-то чин какое-то звание какое-то волховское посвящение что такое рахман вот если простому человеку рассказать я постараюсь уложиться в 5 минут Рамхаинта то есть источник рахманизма это кровь кровь в которой содержится которая передается передается из круга в круг по наследству для определенных миссионеров которые на своем восьмом девятом и десятом уровне переносит язык культуру традиций в следующий круг но автоматически подтирается память такому миссионеру и его нужно как бы подготовить и активизировать для того чтобы он воспринял информацию которую он обязан донести до следующего круга и вот получилось так что меня активизировал орден друидис друидис с две тысячи значит с 1991 года с февраля и фактически по вот август 2010 года то есть они как бы вот занимались моей подготовкой как человека орудия словами Данила Андреева а отец Александр он как бы внес здесь свою лепту потому что ту информацию которую он дал она очень нужна для того чтобы разговаривать с людьми на том языке и на тех образах которые пришли сюда из как бы глубины веков вот такая как бы особенность и поэтому естественно что вот такой миссионер это явление уникальное и его как бы в народной этимологии называют прогрессором или как мы называем Рахманом прогрессором вот есть там основной дублер вот есть другие как бы еще элементы этой структуры но вот принцип как бы такой доведение доведение вот этой информации да поэтому мы как можем сейчас вот в общем-то эти вот изначальные образы передаем в частности в интернете мой выложен урок с электронным камуфляжем чтобы как бы там безопасность требования безопасности были выполнены и люди могут в течение двух часов тридцати пяти минут ознакомиться с уроком из темы мистерия Голгоф или Перунов Пут которая доносит вот информацию которая необходима счастливее есть также другие видеоряды Рахмана Ставера 12 фильм сейчас уже сделал свой вот он будет сейчас широкой общественности как бы доступен и моей конференции значит почему в конце круга почему так поздно ну я скажу из принципа что лучше поздно чем никогда и в переходный период как бы дать людям шанс понять что вообще что происходит обрести вот эту целостность систему и пойти дальше ясно скажи пожалуйста вот ты так упомянул проходясь по известному нашему знакомому что очень молодой человек здесь что есть какой-то уровень возраст возрастной что можно или не можно быть рахманом нет я смотрю на ту систему и на уровень подачи ее то есть 64 буквицы да хотя мы знаем что во всей сверной грамоте 197 буквицы сейчас известно в коруне 144 плюс много вспомогательных там как бы образов то есть это как бы ограниченная система и я ничего не имею против если этот молодой человек значит он как он утверждает по значит заданию мальфара и других представителей мальфаров значит выполнять какую-то определенную миссию я могу только это приветствовать в принципе а людям им как бы кому-то нужен поверхностный обрядовый уровень кому-то нужна уже как бы глубина перспектива поэтому здесь право выбора перед людьми хотя вот наш канон мне было позволено как бы начать проповедовать заниматься с людьми после 48 лет а ну вот как раз тот уровень который говорил Топланочка после уже за много за 40 лет когда уже получается да поэтому когда Велеслав представляется волхвом ну волх может быть после 72 лет значит это такие как бы строгие временные рамки прохождения конов которые просто нельзя игнорировать и вот как отец Александр доводит в своих видео уроках что мудрость человеку открывается значит с годами с прохождением определенной как бы ступени своего развития поэтому это тоже надо учитывать конечно ну да я думаю что если цветущий сад зайти и спросить там яблочко о цветущей яблоньке то вряд ли его получишь надо вовремя приходить хорошо прерываемся на музыкальную паузу и дальше будем разбирать заявленную тему вы слушаете Народное Славянское Радио продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио напомню что по одному из современных календарей 28 апреля 2016 года четверг по одному из старинных 17 день месяца посева наречения 7524 лета понедельник мы говорим про Рахманов из глубины веков Рахманова традиции и главный соведущий Рахман Торрер в чате Народного Славянского Радио идет активное активнейшее обсуждение много тут уже вопросов задают сейчас мы будем вопросы эти задавать насколько я чувствую подходим к этому моменту но вот хочется здесь вопроса не было задано но как бы так сказать реплика такая была а с Молдашевым это как-то пересекается то что вот говорит Торрер уж очень похоже ну я к сожалению как бы с его книгами не знакомился я в одной из своих конференций как бы скользко упомянул о том что он как бы скрывает склепы с людьми которые основили свои биологическое время и вообще посоветовал ему или через посредников передать или напрямую чтобы он вообще-то понимал что если биологическое время остановлено то временным ударом нельзя приводить этого человека в сознание и поэтому может и может произойти коллапс у этого человека и он просто как бы погибает но о людях которые вот останавливаются биологическое время даже вот известные из современности один из шаманов Сибири значит вот пребывает в таком состоянии что как бы тлена не происходит а биологическое время в нем остановлено он это сделал с определенной целью для перехода в следующий круг вот и оставил эту информацию только своим близким помощником ну вот иногда люди как бы своим таким творческим порывом могут вмешаться в такие дела которые как бы вмешиваться нежелательно было бы здесь Владимир Азматич уточняет Торр а ты сам из Жигулей полностью как бы я физически был подготовлен к своей жизни к своей работе место моего рождения Симбирск Ульяновск вот и вот само слово Сибирь оно пошло отсюда оно перенесено там на западную Сибирь на восточную Сибирь именно вот и как бы с наших этих лоских краев и фактически моя жизнь она и учеба она да протекала в Жигулях в Самаре вот и в других городах как бы положим травителям не обхоронено Волгограде это тоже ключевой как бы город и вот я создавал общины и в Саратове и в Волгограде и в Самаре поэтому вот вся моя жизнь вся моя деятельность как бы вот сознательная она именно да здесь проходила и проходит то есть я в ключевом месте как бы и нахожусь на своем месте ты ключик от какой-то стены да как это пел Цой ладно хорошо давай наверное портемся по вопросам и будем развивать тему исходя из того что интересует наших радиослушателей Свято Дариус задает вопрос люди считают что чем древнее культура той или иной страны тем истиннее и глубже знание так ли это я в одной из своих конференций очень широко раскрывал вопрос что все мировые религии все течения все направления все источники написаны в нашем круге это для меня непреложный факт и другие исследователи уже как бы это дело обнаруживают поэтому говорить о древности можно только с точки зрения многомерного времени я тоже в конференциях много рассказывал что и отец Александр это буквально первый-второй урок второго курса юджизма он говорит что белый человек он живет в 16 проекциях и вот в английском языке есть 12 времен это не вычурность этого языка это это отражение многомерно реальности многомерного времени ну а в нашей славянской традиции значит таких аспектов времени 16 то есть нашим кругом жизни фактически соседствуют и находятся как бы на расстоянии вытянутой руки только на другой частоте поляризации света другие круги и поэтому переход из круга в круг он для ведущего знающего человека он фактически не представляет как бы затруднений и вот сам отец Александр он говорил что жрец после 40 лет вот его уровня его ранга он живет в мире орлегов 256 измерений то есть ну для обычного человека это как бы в этом сообщении нет информации вот но при рассмотрении любого исторического вопроса датировки просто хотелось бы людей отослать именно вот в это направление мысли что сказать что допустим там в 1701 году образно там заложен Санкт-Петербург это очень проблематично потому что надо разобраться в каком аспекте времени в каком это круге находится и вообще как можно получить достоверные данные оттуда наша мать сара земля и природа она переносит из круга в круг автоматически природные живые объекты и к сожалению здесь есть такой недостаток что она переносит некоторые мадные племена и народы принимая их с живот и в общем-то это будет когда-либо поправлено потому что это вносит как бы определенный сумбур и вводят людей в заблуждение что какое-то племя чернохожих догонов хранит информацию принесенную из Сириуса вот такие получаются как бы интересные компиляции в головах ученых которые искренне считают что вот это племя которое было перенесено из какого-то круга автоматически значит как низшие существа значит способны обладать какими-то знаниями вот про датировки про многомерное время вот краткий такой да очень краткий ну что ж идем дальше для меня не совсем понятен честно говоря вопрос но может быть ты разберешься свято дариус вопрос для какой цели увеличивается глубина веков так званая древность нашего круга он наверное имеет ввиду отражение той действительности которая произстекает в нашем круге для того чтобы создать у людей иллюзию древности этого материального мира и так возникают дубликаты исторические там первая римская империя вторая римская империя третья римская империя священная римская или германская империя и так далее и я уже говорил в своих конференциях что я например когда учился изучал вопросы значит описание династии литовской допустим и московской идентичное то есть дубликат удвоение то есть появление национальных государств появление значит каких-то внутри общей славянской культуры отдельных культур отдельных историй значит говорит о том что происходит вот такое неправомощное умножение я имел честь отпивать чаю значит с апологетом значит укронациональности с писателем Шиловым в городе Минске и я его спросил а на каком источнике вы базируетесь откуда вот вы берете историю древних укров и так далее он мне сказал на Виллисовой книге я ему сказал очень оригинальное вообще прочтение этого как бы источника и на этом он как бы быстро ретировался но в то же время мы видим что вот такие как бы неправомощные фантазии они имеют очень большие последствия ведь шовинизм сейчас имеет очень благодатную почву среди многих народов это мы сейчас наблюдаем по отношению к русам и у этих у червонорусов допустим у поляков там или у малорусов там или у закарпатских русов я не буду обобщать всех людей но определенные тенденции к этому как бы имеются поэтому прежде чем изучать историю других кругов значит необходимо выполнить здесь все свои задачи развиться и тогда можно будет уже значит выстраивать какие-то логические цепочки в другие реалии хорошо следующий вопрос в эфир наши радиослушатели пожалуйста вы задавайте вопросы уточняющие вот если вдруг что-то вам непонятно или какая-то фраза не ясна или может быть слово какое-то незнакомо вы уточняйте я буду тогда от вашего имени задавать вопросы итак Владимир Измытич вопрос в эфир Торрор что нужно сделать обычному человеку чтобы стать Рахманом ну я бы посоветовал Владимиру значит постучаться ко мне в скай пройти собеседование и приступить к обучению к учебе например я не не для того вышел вот на этот уважаемый эфир для того чтобы как бы рекламировать свою школу но раз такой вопрос как бы задан я могу порекомендовать обратиться ко мне хорошо уроки того же отца Александра о котором ты уже упомянул неоднократно они выложены то есть просочились в интернет а твои уроки в интернете где-то присутствуют или это все-таки более индивидуально от недобросовестных учеников да значит кое-что как бы гуляет но люди понимают что там определенную информацию как бы нельзя обнародовать для того чтобы ну как бы ей не воспользовались те кому кто славян мягко говоря это самое недолюбливает если ты позволишь Алексей я пару слов скажу об отце Александре вообще его духовный подвиг не померен мало может быть кто из радиослушателей знает что у него я посчитал 550 часов уроков реал тайма и он это проделал значит сентября 2000 года и пока как бы не начали сгущаться тучи над ним со стороны властей это вот где-то к лету к осени 2003 года то есть вот за это время значит этот человек он фактически сделал невозможное вот кто занимался очно или заочно у него они знают что этот человек в день он читал по 6 по 8 по 12 часов этих лекций и уроков и вот результатом этого титанического труда явились эти как бы вот видео уроки но а следовало ли их вот выкладывать в общее пользование ведь это привело к тому что отец Александр он 4 раза приезжал ко мне значит гостил я его как бы предоставлял ему как бы приют вот во время выполнения им миссии круга во время поезда к его Беларусь на как бы родину его предков в Тартаки под Барановичами сопровождал его и он приезжал ко мне уже находясь под надзором имея условный срок наказания этот человек единственный который замолвил слово открыто подняв забрало значит о старой вере о нашей культуре традиции перед судом перед властями и дело в том что темные серые личности они к которым попадают эти уроки они начинают проявлять агрессию они начинают их нести в суд они указывают там значит на какие-то моменты фрагменты судя долго не разбираясь и мы знаем последние события и ты сам в курсе дела что все все это дело значит травля гонения и судебные преследования продолжаются и я считаю что нужно людям все-таки быть осторожными при том чтобы как бы значит пользоваться и показывать кому-то какие-то материалы да сначала ведь была просьба ко всем чтобы не выкладывали эти уроки как раз потому что те кто против возрождения они могли использовать эти уроки против сгардского училища против отца Александра против сподвижников но просочились в большом количестве чуть ли там неполными курсами просочились и в конечном итоге да прав был Александр что против него и как раз по этим урокам тоже из этих уроков было взято кое-что для того чтобы вот проводить такие судебные заседания то есть предсказание сбылось но как говорится поезд уже ушел надо теперь сделать выводы теперь эти уроки уже наверное поздно откуда-то забирать и если они есть то уже пускай и существует никуда от этого не денешься и главное чтобы наверное как-то приносили пользу людям вот но надо сделать поправки на будущее чтобы в дальнейшем не подставлять просто людей которые занимаются просветительством и обучением образованием Алексей я готов поделиться своими уроками но иногда я вообще человек очень как бы несмотря на то что вот эзотерическую школу прошел бываю таким доверчивым что доверяя людям информацию они начинают ее использовать как бы не просто в своих интересах может быть даже и во вред делу поэтому ты сам понимаешь что вопрос очень серьезный и меня например беспокоит не только допустим моя личная безопасность но и безопасность тех учеников которые присутствуют на этих уроках присутствуют в кадрах участвуют в работе показывают свои работы и так далее а это уже безопасность не моя личная а это безопасность уже как бы других людей хотя вот я еще сделаю такую маленькую ремарку я значит для того чтобы общаться вот с большим как бы сообществом людей староверов инглингов я когда поступал в духовное училище к отцу Александру на заочное отделение я заполнял анкету я заполнял анкету где указывал все свои как бы эти данные писал вступительные сочинения а потом я узнал что в 2003 году значит вот эти анкеты они попали в руки значит там определенных как бы структур и это я считаю тоже как бы беспечностью поэтому мы должны быть всегда как бы всегда помнить что не все так как бы гладко в нашем королевстве и хорошо по отношению к славянам конечно хорошо и здесь была цитата вот немножко убежала очень быстро нас движется этот чат что надо смотреть аргентинец пишет нужно смотреть и с другой стороны сколько пользы они принесли другим так о том и говорю что изначально когда была просьба было одно время и да пользы возможно принесло много другим но с другой стороны несмотря на то что эти уроки выложены уже чуть ли там не на каждом торренте их читают изучать не так много людей но к сожалению те кто против просвещения против того чтобы распространялось ну какие-то хотя бы знания о древности они выдергивают вот эти цитаты и потом эти цитаты всплывают в суде не целиком берутся вся информация не обучаются эти не другие они просто выдергивают цитаты и по этим цитатам судят вот в чем проблема а то что сейчас есть да но теперь надо использовать то что есть на благо на пользу это другого варианта нет пожалуйста используйте хорошо Алексей тут такой момент что ни для кого не секрет что у отца Александра было несколько инфарктов и находиться на скамье подсудимых причем по по статье которая в общем-то выставляет этого человека значит ну вообще в таком неприглядном виде ну 282 статья это называется да 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 то есть это надо понимать и вот эти смельчаки которые значит высказываются за то чтобы несмотря вот на все эти судебные преследования не соблюдать никакой осторожности ну наверное они не совсем правы как бы ну во всяком случае понимаешь в чем дело у нас многие люди до тех пор пока их конкретно священная русская птица жареный петух не клюнет они иногда не понимают того что происходит и очень часто сейчас проявляется клиповое сознание навязанное нам волшебным телевизионным голубым ящиком под названием телевизор и поэтому люди очень часто ведут себя как наблюдатели их приучили к тому что если кого-то убегают убивают не надо спасать надо достать телефон и снимать чтобы потом в ютубе положить и кучу лайков собрать их приучили к того что если идет война то тебе это покажут на четырех или там на десяти каналах в разных новостях и ты будешь попивать пивасик и наблюдать за тем как кого-то там взрывают убивают и обучили к тому что не надо ничего делать все делается само за тебя придумают правительство у нас есть там парламент у нас есть президент есть умные там дяди есть ученые и так далее которые все расскажут все покажут и так далее вот этому всему научили поэтому люди выпадают из реальности они живут в клиповом таком пространстве телевизионном и поэтому когда кто-то выступает и этого выступающего потом начинают прессовать они воспринимают это очень часто как очередное шоу а вот когда их уже эта волшебная птица наша священная жареный петух начинает клевать вот тогда они почему-то вскакивают с дивана и начинают кричать а таз-атаз меня там зажимают вот это вот беда которая сейчас сейчас есть вот надо как-то понимать что человек пошел реально вот встал из окопа да и пошел вперед а иначе не скажешь Алексей да 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 но это не означает что надо и помогать врагам его убивать это не означает что надо ему там подножки делать или какой-то груз еще на него вешать это означает что надо каким-то образом если уж вы чувствуете что человек встал ну тогда давайте рядышком вот скамья садитесь на нее рядышком да да вставайте в полный рост у нас есть потердей Горислав мученик и мне бы очень не хотелось чтобы у нас Александр мученик еще появился потому что такого человека надо ценить и всячески оберегать и не действовать в угоду своим каким-то значит вот таким вот порывом я Гриша здесь уточняю о каких уроках идет речь я тоже не хочу знать ну давай проясним уроки Асгардского училища насколько понимаю о них ты говоришь да вот которые сейчас по интернету гуляют везде там в торрентах их скачивает народ вот мы про это сейчас с тобой говорим чтобы так об одном и том же говорить потому что народ задает вопросы вы о чем говорите ребята вообще вот это вот об уроках значит закрытого по суду Асгардского духовного училища вот так что вот это имейте ввиду мы говорим про это сейчас и тут интересная ситуация получается вот суд за судом проходили 282 статья это ну довольно серьезная статья и там к чему только не прицеплялись и доходило до того что аппаратура к примеру там компьютеры были изъяты и закончилось судебное заседание вроде оправдательный приговор был вынесен а обратно компьютеры не выдают ну встает вопрос а что не выдаёте-то в ответ примерно такое я не могу цитировать но примерно так а что вам выдавать-то скоро новое дело заведем все равно конфисковать будем то есть понимаете до чего доходит доходит до того что на них же на них же информация находится конечно да информация очень важна очень полезна и поэтому там под любым предлогом насколько я понимаю под любым предлогом эти компьютеры стараются оставить в недосягаемости для людей вот в принципе вот такая петрушка такая история так что вот к чему приводят иногда необдуманные действия но если ты хотел обучаться то пришёл бы там ну обучился ну ладно мы начали мы начали с тобой Алексей значит ко мне многие обращаются где где можно скачать мои уроки значит у меня вот готовых как бы около 150 уроков но они не в масштабе как у отца Александра там значит лекция или семинар три часа у меня там два два с половиной часа но то всё равно очень обширный видеоматериал и мы начали говорить об уроках Асгарского училища в той связи что мне бы не хотелось бы как бы чтобы вот мои уроки они как бы вот их постигла такая же судьба и мне прежде всего я беспокоюсь о тех людях которые у меня учатся прежде всего хорошо хорошо почему иногда говорим про каких-то людей известных не потому что вот безоговорочно беспрекословно мы стоим на стороне этого человека нет дело в том что я стою на стороне человека который пытается доносить до моих сородичей что-либо из нашей древности я уже неоднократно говорил что дайте нам хотя бы возможность самим разобраться это наше право самим разобраться в нашей древности и что оттуда принимать и что не принимать это наше должно быть решение нам никто не имеет права запрещать никто не имеет права навязывать, как нам жить на этой земле. Вот это вот та парадигма, в которой мы должны все существовать. Вот у нас есть множество течений в славянском мире, множество направлений, начиная от староверия и заканчивая неоязычеством. Вот мы должны сами разобраться, что из этого правда, сколько там этой правды, что из этого нам подходит, что не подходит, а не так, что по суду запретили это или разрешили это. На мой взгляд, это идет дискриминация. Если вот таким образом подходит. Поэтому, если мы славяне, мы должны иметь право свое славянское изучать, разбираться самостоятельно в этом. И это не наезд на какие-то другие национальности или народы, нет. Ну, как никто не запрещает евреям что-то изучать, татарам что-то изучать, грузинам, армянам. Но у них же есть своя древность. Они это изучают, они гордятся. Почему нам-то это кто-то имеет право защищать? Вот такой вопрос риторический. Алексей, тут такой нюанс. Я прошу прощения. Тут такой нюанс. Значит, когда функционировало очно Асгарское духовное училище с 2000 по 2003 год, значит, власти, значит, Министерство образования, они требовали наши программы. Они требовали, значит, перечень выпускников. Там было два факультета, богословский и миссионерский. Они требовали перечень выпускников, кто в какие общины пошел служить, кто пошел миссионером, кто пошел богословом. И, значит, программа обучения. Это несмотря на то, что другие конфессии занимаются в закрытом режиме и изучают свои, как бы, источники. Поэтому и трудности у нас начались еще, когда мы учились еще. То есть мы понимали, что эти знания нельзя отдавать всем. И это может плохо кончиться для всех славян. И я считаю, если сейчас славяно-арийские веды, значит, определены как истремистская литература, слово мудрости волхва ввели мудро, то куда дальше? Если у нас, допустим, там на юге в общинах проводят обыски, как действительно, с террористами, там международного масштаба, с оружием, там, с балаклавами, с овчарками и так далее. Это все надо понимать, что, как ты правильно сказал, это не просто дискриминация, это уже геноцид. Ну, хорошо. Я думаю, что ответ здесь, вот я задал вопрос, ответ очень простой. Сейчас музыкальная пауза у нас намечается. Ответ очень простой. Вот когда человек сидит в куче навозной и плачет, обливается слезами и сопли утирает рукавом, грязными навозными руками, говорит о том, что его вот так вот насилуют, вот так вот ему запрещают, в этом случае он этого достоин, потому что он не является хозяином. А вот когда человек становится хозяином на своей земле, ну попробуйте вы хозяина что-либо запретить. Попробуйте вы хозяина как-то дискриминировать. Хозяина запретить невозможно, но хозяин – это не тот, который кричит, что он хозяин, а хозяин – тот, кто является хозяином по своей сути, по своему разумению, по своему пониманию. Вот пока у каждого из нас не будет разумения, сути и понимания, мы не сможем стать хозяинами. А это возможно только тогда, когда мы начинаем осознавать, кто мы. И вот в этом случае тогда удастся нам избежать всех вот этих вот нацистских каких-то перегибов, которые иногда нам пытаются вбросить, затесаться среди нас, каких-то там еще неприятных движух. И в этом случае и мир будет меняться, и жизнь будет меняться совершенно в том русле, который нам надо, и совершенно не по тем сценариям, которые кто-то пытается для нас придумать. Вот это очень простая истина. Не знаете своего прошлого, у вас нет своего будущего. Нет будущего, вы не можете быть хозяинами. Все достаточно просто, прозаично. Поэтому не надо говорить о чем-то, надо просто что-то делать. И делать так, как завещали наши предки, по совести, в аду с природой, никого не обижая, никого не угнетая, как это и жили наши, и делали наши предки. И все будет хорошо. Поскольку мы говорим о рахманской традиции, то уже прозвучала для этого песня «Жигули вы и жигули». А сейчас давайте послушаем еще одну песню, которая тоже так или иначе связана с Волгой. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 28 апреля 2016 года четверг по одному из старинных 17-й день месяца посевного речения 7524-го лето понедельник. На Народном Славянском Радио проводим живой эфир «Рахман из глубины веков». Рахман только условием, что мы не ругаем кого-либо из тех, кто не присутствует в эфире. Мы просто делимся тем, что обнаружили. Вот это главная у нас такая задача, объединяющая донесение информации до людей. А также напомню, что на Народном Славянском Радио работает чат, где можно задавать вопросы во время эфира. В чат попасть просто. Набираете в любом поисковике Народное Славянское Радио, дальше попадаете на сайт slavomir.org, ищите на сайте слово «чат». Если вы еще не зарегистрированы, в окошко вписывайте логин и пароль придуманный только так, чтобы не забыли потом, какой вы логин и пароль придумали. Естественно, e-mail вы указываете, куда вам придет ответ. Ну и после этого уже можете заходить в следующий раз и в этот раз и пользоваться чатом, переписываться с друзьями, задавать вопросы в наш эфир. Также напоминаю, что есть у нас первая социальная славянская сеть, защищенная от каких-то там неприятностей, то есть ваши данные не всплывут где-то там в каких-то кабинетах или не пойми где. И также есть форум, где много-много-много интересной информации находится. Вот. Так что имейте это в виду, пользуйтесь, общайтесь, развивайтесь, помогайте себе самому вылезать из этой ямы навозной и помогайте через свои знания другим людям становиться человеками. Следующий вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Торож, спецслужбы ИРФ случайно не имеют претензий за принадлежность к ордену Рахманов? Дело в том, что среди любых спецслужб есть обычные люди. И люди интересуются всем новым, всем необычным и хотят получать и знать информацию. Поэтому я никогда не спрашиваю человека, значит, какие он погоны носит, откуда он пришел. Если он проходит у меня инициацию и начинает заниматься, его видит и коллектив, и он как-то себя проявляет. Но унести у нас что-либо невозможно, потому что без личностного роста фактически наши знания бесполезны. И этим они защищены для использования какими-то структурами. Вот, например, сегодня состоялась очередная бутафория, так называемый запуск ракеты-носителя. Не, ты прям о нашей гордости так говоришь бутафория. Вот, если люди это самое, позволь мне высказаться, если люди присмотрятся, да, то там идут те же самые глифы, о которых ты сам, Алексей, говорил, то есть идет там сборная солянка из какой-то хроники, из там, значит, еще из каких-то состряпан вот такой сюжет, вот, а люди уже начинают задумываться, что никто в космос не летает, никакого космоса нет, и вообще мы тут находимся в определенном замкнутом пространстве, и поэтому люди приходят и хотят знать, а что же, а почему. И вот, допустим, вот эту теорию плоской земли я могу любому помочь развить, и вот даже если посмотреть тот урок, который есть на Ютубе, это многим может стать понятно. Я горжусь своей Родиной, но люди должны знать правду, Алексей, вот и все. Я только за то, чтобы люди знали правду, другого быть не может. Ну, вот сегодня, кстати, если я что-то понял, этот вопрос очень интересно было наблюдать и выступает президент Российской Федерации, ну, и так говорит, что вот мы отменили вчера, вернее, автоматика отменила, перестраховалась, а сегодня вот все, значит, удалось запустили. Ну, все хлопают, радостные, вот какая у нас умная, хорошая автоматика, как здорово, у нас такая защита работает, и тут же показывают следующим сюжетом, догадайся с трех раз какой, да, о том, что Владимир Владимирович строгий выговор объявил начальнику, из-за которого вчерашний запуск не получился. То есть противоречие на противоречием, противоречием погоняет. То есть, с одной стороны, ну, сказал, что автоматика у нас хорошая, ну, и радовались бы, вот мы такие, очень, все у нас правильно, автоматика у нас вообще выше крыши и так далее. И тут раз и объявляют почему-то выговор человеку, который отменил пуск, потому что автоматика сработала. Тут надо было или сказать, что мы накажем того, из-за кого пуск не сработал, да, прилюдно, и потом уже объявлять, что выговор, или уж если сказал, что вот ракета не запущена была, потому что автоматика сработало, но надо было объявить благодарность тому, кто не запустил ракету, потому что ракета дорогого стоит, это же наши деньги с вами, да, мы же налоги-то платим и не дай бог взорвалась бы. Вот, но это такие ляпы, я не знаю, по чьей вине происходит, но то, что ты говоришь, вот там надёргано-надёргано, это ещё цветочки по сравнению с тем, что если внимательно понаблюдать, там такое вскрывается. Или вот, например, Алексей, моя информация всегда шокирует. Я был на церковном форуме отца Александра, значит, этим администратором, и вёл целую идеологическую войну по разным вопросам, значит, с теми людьми, которые, значит, представляют славянство в неком таком лубочном, значит, идеальном виде, и мы разбирали серьёзные вопросы, которые, как бы, помогут людям разобраться. И я просто не хочу, как бы, злоупотреблять этим эфиром, но информации очень много такой, что у меня, например, вот если послушать мои конференции, что вот тот официоз, тот истеблишмент, который у нас, вот, ура, патриотизм, он очень быстро, как бы, рассеивается. Потому что на нашу с тобой родину без слёз сейчас смотреть нельзя. и говорить, что вот мы, значит, сами ходим в лаптях, но запускаем что-то в космос, ну, это не совсем, как бы, тут уместно. Тем более, в космос никто не летает, потому что никакого космоса над нами нет. Вот. Это всё бутафория. А как попасть в свой космос, это может человек узнать, если придёт к нам, как бы, учиться. Потому что путь во внешний космос лежит через внутренний космос. И, как говорили древние, познай себя, и познаешь мир. Вот такая реплика. Угу. Хорошо. Так, дальше. Свенельд. Вопрос в эфир. Многие, вступая на путь ведического познания, начинают винить во всех бедах, паразитах, тайные сообщества, инопланетян и так далее. Но Рахманова традиция учит тому, что всё есть отражение внутреннего мира на самих. Получается, чтобы очистить мир от гнёта, нужно очистить себя от паразитов и на всех физических и духовных уровнях. И, в принципе, этого будет достаточно. Все проблемы исчезнут во внешнем мире автоматически при этом? Я отвечу следующим образом. На уроке философии у отца Александра на втором курсе есть, значит, урок, посвященный как бы вот изречениям, в частности, предшественника отца Александра, Патеря Сергея Святослава, который говорит, что путь к Богу лежит через духовные подвиги человека, который не заботится о том, что будет он жив или нет. И, к сожалению, приходит очень много людей, которые хотят достичь сверхспособностей, сверхвозможностей, как вот языком броминов выражаясь овладеть ситхами, значит, каким-то накоплением личной силы и так далее. Но, к сожалению, это же не дает развития не этому человеку, а тем более обществу, тем более славянству. и у нас, как ты, Алексей справедливо сегодня уже говорил, все сидят и ждут князя Святослава, когда же он придет и, значит, освободит. Или вот, допустим, ждут, значит, прилет батьки Перуна, который, значит, своей вайтмарой, значит, уничтожит все темные силы. Совершенно справедливо говорит, что люди должны сами развиваться, сами стремиться к свету. И пока они себе лучик света в Муладхару не запустят, у них, как бы, вся эта сушумно так и будет стоять во тьме. Мало того, еще добавлю, многие ждут, на самом деле, батьку или деда Перуна, да, с тем, что он тут наведет порядок. Но давайте уточним просто так чуть-чуть здравомыслие включим. А порядок он как будет наводить? Ну, наверное же, он будет паразитов гонять, да? А скажите, пожалуйста, вот с таким поведением не попадаете ли вы сами в разряд паразитов? Не вас ли первых погонит дядька или дедуля Перун своим вот этим вот оружием? Не даст ли вам он по мозгам за ваши паразитические мысли, за ваше паразитическое отношение к этому миру? Ведь первым же делом достанется вам, которые кричат, что мы такие тут просвещенные, просветленные, проснулись, но при этом ведем себя как последние негодяи. Ну, что вы делаете, просто задумайтесь. И от кого вы что получите? Какой сахарок вы ждете? Какой мед вы ждете? Да вы звездюлей получите по полной программе, в космос отправитесь пешком. Так что вот это учитывайте. Да, и более того, люди говорят, что кто виноват в таком положении вещей? то есть любой человек, который приходит, у него первый вопрос, как вы вот, значит, хранители древних знаний допустили? Просто возникает такой вопрос, что не так уж и невежественны вы сейчас современные люди для того, чтобы не разобраться в этом вопросе и понять, что причина всех бед во внутреннем враге человека, в его невежестве и нежелании познавать и развиваться? Именно, именно, да. А многие сидят и спрашивают, кто виноват и что делать, при этом сопли пузырями пускают, но не додумываются, что сделать надо в первую очередь высморкаться, чтобы этими соплями не забрызгивать все вокруг, убраться вокруг себя, пространство нормализовать и себя в порядок привести. Прекрасная метафора. Да. Ладно, давай дальше. Вопрос эфира, Данила. Здравия, соведущим. Вроде как, учитель Ария Родослава Раян Правеслав. Знакомы ли вы были лично с Раяном Правеславом при его жизни? Если да, и это не слишком лично, то расскажите о вашем духовном опыте и ощущениях от общения с Раяном Правеславом. Благодарю за ответ. Ну, хочу разочаровать, Данилу, нет, не знаком. И с традицией Мальфаров тоже не знаком и не знакомился, потому что, как бы, вырос и воспитан в своей традиции. И то, что, как бы, что-то рахманское отразилось в других течениях, направлениях духовной мысли, это хорошо, но, как бы, я не вникал и не занимался этими вопросами. А с Арием Радославом ты знаком, нет? Да, с ним лично знаком, да. И как так? Вообще-то, что-то есть такое общее у вас? Находишь ты? Дело в том, что он, как бы, считает, что он занимается своим делом, а кто же может ему помешать в этом деле? Он смело в лицо отцу Александру задал вопросы. Он говорил ему, что ты, как говорится, ты мне тоже пригодишься, я так образно говорю, поэтому я даже не как-то не совсем хочу комментировать такое поведение, вот, но это я считаю дело тех людей, которые идут к нему учиться и которые его слушают и в почтенном возрасте и так далее. Я думаю, что любой человек в состоянии, как ты справедливо утверждаешь, в состоянии сам разобраться без подсказок. Ну, в данном случае, я не хочу, чтобы мы переходили на личное, я хотел про другое спросить. Я спрашиваю, что-то пересекается, вот есть что-то, вот ты говоришь, да, вот это у нас пересекается, вот тут что-то похожее, а вот тут как-то удаленное. Вот я вот про это имел в виду, а не то, что мы переходили на обсуждение. Мне это вообще напоминает обезьяничание современных броминов Индостана. То есть, они как бы эти там мантры, службы, они повторяют, но сути как бы не понимают. Это вот мое такое восприятие. А то, что там есть 64 буквицы, ну, расширяйте свой как бы кругозор, изучайте, их. И действительно, я никогда не смотрю на личности и тем ученикам, которые приходят ко мне, говорю, я вам могу не нравиться, но вы можете у меня что-то взять, что-то почерпнуть для себя полезного, только и всего. А были же такие прецеденты этот самый. Махариши, он как бы материализовался в этом в расцвете, как говорится, сил там 24-летнем возрасте, посидел под деревом бодхи, к нему пришли паломники, поспрашивали его там, он там месяц, два, полгодика, годик посидел, поотвечал на вопросы и пошел дальше заниматься как бы своими делами. то есть, дело на самом деле не в возрасте и не дело там в каких-то возрастных ограничениях, а дело в том, что несет человек. А я с ним знаком, мы с ним проводили целые ночи в чате, общались и так далее. Он очень мало спит, много трудится, работает и я могу только поприветствовать это. Хорошо, хорошо. Мне просто всегда противит, когда какие-то такие вот наезды, поэтому я сразу предупреждаю, что мы личности не переходим. Мы разбираем какие-то там моменты, но на личности не переходим. Итак, следующий вопрос. Здравия всем. Вопрос в эфир от Валькирии, вопрос в эфир Валькирии, соль земли. Это вы прототипы? Вот так вопрос задан. Нет, я ничего не слышал об этом, к сожалению. ничего не могу пояснить и прокомментирую. Ну, давай проще сделаем. Хилин, уточни, пожалуйста, свой вопрос, видимо, не совсем понятен он, что ты имела в виду, что за прототипы и что за Валькирия, соль земли. Если это какие-то произведения, автор, ты, пожалуйста, уточни. Если это фильмы, так уточни. Если это сказания или что-то еще, тоже уточни. Следующий вопрос от Владимира Замытьевича. Торрор, как на вашей базе организовано решение житейских вопросов? Жены, дети, питание, занятия? Или вы живете обычной мирской жизнью? Дело в том, что о питании я вот в одной из крайних конференций говорил, к чему люди готовы. И я не проповедую, не исповедую какой-то определенный вид питания, но моим первым указом было бы отменить массовый забой животных. или поедание просада пророщенных зародышей растений. То есть, кто это делает, они не понимают, что они делают. Ну-ка, поясни, пожалуйста, вот про массовый забой животных. Что ты имеешь в виду массовое? Если человек свинку вырастил у себя и ее заколол, это норма? А если свиней убивает сотнями, это уже не норма? Я имею в виду ужасы скотобоин, звероферм, где там снимают шкурки и так далее. И для того, чтобы человеку определиться, значит, вкушать это или не вкушать, вот, нормальному человеку достаточно это дело посмотреть. Те, кто выращивает себе, как бы, в пищу, вот, но мы знаем там эту сказку про коровушку, которую там вынужденно скушали, хотя отец Александр много раз говорил, что кормилиц своих не употребляли в пищу, на мясо выращивали бычков, а коровушку свою кормилицу, ее, как бы, вот, до старости пестовали, и это индусы переняли, как бы. Ну, да, свою мать никто есть не будет, а именно коровушка мать-кормилица всегда называли. Да, и тем более это образ небесной коровы зимун, поэтому но в то же время если человек выращивает кроликов, кур, для того, чтобы их кушать, это норма для себя выращивает. я считаю, если человеку необходимо такая пища, деваться некуда, я просто не приемлю вот этих всяческих талмудических предписаний, я не приемлю так называемый кошерный, вот, как бы, говорят, что если слить кровь по определенному ритуалу, то она там это очищается, и так далее. Я хочу сказать, что в других кругах этот вопрос синтеза животного белка в организме решается технологическим способом, то есть животный белок синтезируется, то есть там он в виде желе, в виде там супа питательного и так далее, потому что для выполнения определенной вида, значит, особенно физической деятельности животный белок необходим. Ко мне очень приходит сейчас очень много людей изможденных, они, значит, перестали вкушать животные как бы эти самые белки, и я просто спрашиваю этих людей, уже далеко не молодых, говорю, а скажите мне, пожалуйста, а как у вас восполняется вот запас и вообще функционирование вашего организма, и это очень уже как бы получается такое психофизическое заболевание, и таким людям уже именно нужна психологическая помощь. Я функции жреца как бы они мне не свойственны, но если люди обращаются, я стараюсь помочь. Приведу такой пример, что, значит, функции жреца. Значит, выходит недавно, мать сразу звонит с Днепропетровской области, сына повесили у нее прямо на глазах перед окнами, значит, вендеровцы поймали, узнали, что он участвовал на стороне Новороссии военных действий вот этого молодого человека. И она меня спрашивает, как мне с ним общаться, потому что местный батюшка сказал, что он погиб неправедно, и так далее, и так далее, с ним общаться никак нельзя, надо про него забыть, и все. И мое как бы уже здесь телячье сердце надорвалось, и я естественно с ней как бы провел целое занятие, целый урок, и я думаю она была удовлетворена. А вообще у нас один жрец, отец Александр, но ему не дают выполнять в полном объеме своих функций из-за того, что к нему обращаются недобросовестные люди, а потом каким-то образом его компрометируют. В данном случае я не совсем согласен, что один жрец, потому что это верховный жрец, паттер это все-таки верховный, насколько я знаю из Миглян, а жрецы Дии, они еще существуют. Ну, ладно, суть не в этом, давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, здесь еще вопросов много у нас идет, и в одной из передач до этого я включал заготовки, которые мы делаем нашим дружным коллективом для праздника 9 мая, ну, кто-то считает это праздником, кто-то не праздником, но так или иначе это дата со слезами на глазах, вот, наверное, будем разбираться с этим тоже. Да, одна версия тоже одного из наших соратников, давайте послушаем ее коротенькое и тоже напишите, как вам впечатление, какое. На войне, как на войне. Невероятные курьезные истории из фронтовой жизни. Секли их лица ледяные брызги, немецкие подлодки смерть несли, но шли они вперед во имя жизни или победы нашей груз везли. Фатальное торпедирование в упор Немецкая подводная лодка, охотившаяся в Баренцево море за караванами союзников, обнаружила одинокий английский транспорт, везущий в Мурманск топливо, боеприпасы, военную технику и танки. А поскольку рядом с кораблем не было судов охранения и на море был полный штиль, то обнаглевший немецкий капитан решил произвести показательное торпедирование британцев в надводном положении. Субарина всплыла настолько близко от корабля, насколько это было возможно. Капитаны-помощники поднялись на верхнюю палубу для того, чтобы лучше видеть происходящее. Кто-то достал фотоаппарат для фиксирования очередной победы. После необходимых приготовлений подлодка практически упор пустила в корабль торпеду. Конечно же, британский транспорт был обречен и торпеда попала точно в цель. Однако радость от попадания была недолгой. Вслед за первым взрывом прогремел второй от взорвавшейся боеприпаса в трюме корабля. Чудовищная взрывная волна словно спичечные коробки подбросила в воздух стоящие на палубе танки, два из которых и упали на ликующую субмарину. Этого оказалось достаточным, чтобы немецкая подводная лодка отправилась на дно вслед за своей жертвой. На Народном славянском радио в рубрике «На войне, как на войне» прозвучала история «Фатальное торпедирование в упор». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 28 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных 17-й день месяца пассивного речения 7500 до 4-го лета понедельник. Рахман из глубин веков, Рахманова традиция, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира, и главный сведущий террор Рахман. Мы задаем вопросы, которые в чате поступили у нас и продолжают поступать. Если вам понравилась эта версия, то, пожалуйста, как-то отпишитесь. Я вижу здесь несколько уже реплик по этому поводу. А также призываю, не стойте в стороне, становитесь творцами. Вы также можете поучаствовать в записях для слушателей. Можете писать сами тексты или редактировать тексты, или присылать свои записи, озвученные уже. Мало ли чем можно заниматься. Радио оно большое, все места хватит. Итак, давай продолжаем. Кстати, а тебе как? Послушал или не послушал? Понравилось? Нет? Я хочу небольшую реплику. Я вообще как бы двумя руками за прославление наших героических пращеров. У меня оба деда воевали. Один сложил голову на Волхове. Второй в составе первой воздушной армии от Сталинграда до Кенигсберга дошел. Но мои сведения и мои данные о Великой Отечественной войне, они несколько другие. И я просто не хочу в преддверии вот этого для многих светлого праздника, а вообще я вот на форуме староверов воевал на эту тему, я говорил, что это победа, это изначальная беда. Мне отец Александр парировал, говорил, что это было что после беды. Так после беды беда только она и остается. И совершенно правильно это говоришь со стезами на глазах. Я только приведу один такой пример. Значит здесь потихонечку вскрываются архивы. Я привык тоже, как и ты, говорить то, что можно где-то посмотреть, пощупать. Вот здесь в Крыльевическом музее стали вскрываться архивы, что в Самаре во время Великой Отечественной войны находились посольства всех воюющих якобы между собой государств. Как это и кто может объяснить? Моя версия, мое восприятие такое, что человечество было представлено как бы несколькими коалициями, которые не враждовались друг другом, а была третья сторона. И вот эта третья сторона она и одержала вот эту победу, будем говорить. И человечество, оно после вот этой победы Европа в руинах, значит, там Азия в руинах и так далее, там ну одна страна нам говорят возвысилась немножко на этой войне, но эти вопросы можно освещать как бы отдельно, но я считаю, что поражение потерпело все человечество, и я считаю вторую мировую войну, это попытка человечества сбросить себя инопланетное иго, эта попытка, значит, она не увенчалась успехом, несмотря на то, что появились и страны Варшавского договора и социалистического лагеря, и значит союза экономической взаимопомощи, и был как бы Советский Союз оказывал помощь другим коммунистическим партиям и движениям и правительствам, но вот у меня такое восприятие, что несмотря на это, просто включая обычную логику, не может народ-победитель жить хуже, чем народ, якобы проигравший в этой войне, поэтому я считаю, что проиграли все, вот такое у меня восприятие на этот счет, а вообще, вот я, например, как учил отец Александр, я любой материал трансформирую, мне было очень радостно и приятно слушать, потому что я представлял своих героических пращуров, а тем более павших, и я только могу рукоплескать и поднимать как бы руки, но вместе с тем, вот у меня как бы есть и такая скорбная информация. Ну, что есть, то есть, у нас иногда бывают такие моменты, интересные, здесь озвучивали один стих, и я наложил туда музыку, которая на первый взгляд вообще никак, вообще никак не связана, потому что стих достаточно скорбный, а музыка фронтовая и достаточно такая веселая, я говорю, так в этом и заключается вся трагедия войны, что жизнь-то продолжается, люди гибнут, а песни все равно поют веселые, все равно себя как-то поддерживают, и вот когда так послушаешь, и вот это как раз и радость со слезами на глазах, тут она и проявляется, что жизнь на войне не останавливается, война ради жизни идет. Ну да, ладно, продолжаем, вот несколько цитат, Сыр Ёжик, вопрос в эфир от Сергея из Алтая, почему нельзя просад есть? Значит, я, у меня с 2010 года, я, значит, начитал своим ученикам четыре курса училища, там очень много разбирали вопросов питания, русская печка это солнышко, живое растение, которое имеет душу, его вкушать нельзя, пророщенное зерно это зародыш жизни, это все равно, что яичко с эмбрионом или оплодотворенное яичко, значит, скушать, это такое же, как бы, будет иметь эффект, поэтому растения у нас подвяливали, значит, для того, чтобы белок не динатурировался, есть даже у нас сейчас сушечки, сушильные установки, там 36 градусов по Цельсию, белок не динатурируется, но там уже живой души растения нет, потому что, как говорили наши предки, душа есть у камней, у древа, у цветка, и в том числе как бы любого растения, и вообще у нас печки-то появились, когда уже как бы вот Марьона начала укрывать там чуть ли не на 9 месяцев своим снежным покрывалом, а вообще в качестве русской печки было солнышко, и поэтому у нас там все подвяливалось, это, то есть, вот сразу снять яблочко и вкушать его как бы, ну, не совсем хорошо, а вот если его подвялить на солнышке, и это как бы определенные требы, и определенное общение с этой яблоней, у нас каждую яблоньку нарекали, и сейчас нарекают, с ней разговаривают, и она как бы жертвует свое яблочко, чтобы ты его вкусил, и мне вот такой личный опыт, буквально несколько ягодок на весь год хватает, вот такой парадокс, вот, а просад это немножко неправильно, потому что вот это как бы культура, вот эта традиция, которая это как бы исповедует, они не совсем как бы понимают вот эти наши вещи тонкие. У меня тоже такие ученики приходят, я с ними деликатно стараюсь как бы их поправить вот в этом отношении, они стараются как бы внимать этому силу. Владимир Измитич уточняет, а рыба это норма, то есть, есть рыбу? Вообще рыбоеды, я не смог ни разу не выловить ни одной рыбки, я всегда симулировал подсознательно, не могу я, не могу я вообще вот, как бы вот, я считаю, что вот охота и рыболовство, оно совершенно как бы современному человеку и не нужно. Но отец Александр в своих уроках говорил, для того, чтобы поголовье рыбы восстанавливать, делали заводы на ручьях, там разводили, кормили рыбку, опять-таки же с их коллективным духом, разумом договаривались и рыбки как жертву давали на пропитание людям. Но вот я лично не рыбоед, это мое как бы предпочтение. Да ты просто сентиментальный. Ну ладно, Николаевич, задает вопрос, а что тогда кушать-то, если это не надо, это нехорошо, это не пойдет? Алексей, я безжалостный, жестокий учитель. Если я сейчас сентиментально говорю, это не значит, что я так веду себя с своими учениками. Прямо волк, яка волк овеча шкурит. Я уважаю просто тебя и аудиторию, ищежу ваши чувства. Я, например, сказал, меня не услышали, подвяливайте, подвяливайте яблочки, подвяливайте там эти грушки, там малинку, клубничку, но про сад зачем кушать? Вот так же вопрос стоял. Вот и все. Значит, очень много я воевал по поводу космических сорняков, ржи и пшеницы. Уже все выяснили, народ выяснил, что нужно кушать это самое муку из амаранта. Его нет, остались только декоративные как бы эти самые формы. Что делать? Значит, у меня общинники обнаруживали на своих там гектарах земли и леса, что у них все съедобное. К ним приходила ювенальная юстиция, почему у вас холодильники пустые, значит, приходилось доказывать, что не верблюды люди, но они как бы создавали прецеденты и в конце концов их оставляли в покое. поэтому здесь можно целые уроки проводить, они у меня имеются по питанию, как, чего, что. Например, я помню еще своего детства пырей. Он сейчас уже вообще зачах, потому что живую природу должен пестовать человек. А если он не культивирует, не как бы не взращивает то, что ему предназначено было для пропитания, оно, естественно, превращается в маленькое незрачное. А вот этот космический сорняк, на который страшно смотреть, которого сейчас туда подмешали ген животных или там грибов и 200 ценнеров гектара собирают, вот это, конечно, нельзя вкушать. И кроме, значит, будем говорить вот это нашей рассеи, фактически нигде хлеб-то больше в мире не едят. Значит, на уроке у меня ученики в училище проводили такую работу. Значит, я им предложил, у меня были студенты-биологи, перечислить 8 незаменимых аминокислот, которые, значит, употребляются человеком. И в каких они продуктах содержатся. Значит, все растения экваториального пояса. Инжир, финики, там, маслины. А из злаковых сорга, вот, где взять, где взять, у нас, как бы, вот и есть и северные эквиваленты. И вообще у нас очень много было злаковых, и сейчас они, как бы, тоже имеются. Это и гречка, и рис, и горох, и там, овес, и все остальное прочее. Значит, очень опасны, что такое вот это космический сорняк? Это внесенный вирус, а вирус, это не живой организм, это материальный носитель с определенной программой. И вот таких, значит, закладок сейчас в заквасках, в сырах, в дрожжах и так далее. То есть надо по возможности переходить на натуральное хозяйство и на натуральное как бы питание. Отец Александр много про это рассказывал. Значит, закваска на полуночной опаре, но он рассказывал про рожную пшеницу, он, может быть, про какие-то древние, значит, эти самые рассказывал, но современные они уже как бы вот. И вообще вот эти все так называемые районированные сорта, они как бы прошли через вирусологию вот эту. Для того, чтобы пырей восстановить как бы, ну, его надо культивировать у себя. Мне могут возродить много ли из него корысти, но надо с чего-то начинать. Не картофель, а топинамбур. Например, все посленовые они ядами являются. Помидоры там и так далее. Бузина. Поэтому яд это то, что там микродозами для определенных целей употребляли. У нас очень много как бы есть рекомендаций и наставлений по этому вопросу. Кому интересно более подробно, значит, обращайтесь, мы расскажем. А интересно будет, так что ты у нас не последний раз в эфире. Ладно. Ладно, проведем передачу по правильному питанию. Вопрос эфир от Владимира из Мэтищ. Торрер, я всегда считал, что состояние, которое вы называете Рахман, это вопрос исключительно энергетический. Вы говорите, что это вопрос наличия знаний. Как-то это не вяжется. Как можете это прокомментировать? Слово энергия появилось после проведения так называемой научно-технической революции в 1910 году. Что значит уважаемый оппонент вкладывает слово энергия, это можно как бы уточнить. Но я хочу сказать, что первым Рахманом был бог Рамхат и его многомудрые заповеди. Отец Александр говорит, что им 950 тысяч лет. Я только могу внести небольшую коррективу, что вернитесь к своим корням и вы обрящете путь в божественный мир прави. Но это адресовано уже в нашем круге, уже нашим людям. Это надо понимать, что 950 тысяч лет назад не было таких заповедей, что женщинам запрещалось или не рекомендовалось носить одежды мужних и так далее. То есть это заповеди это то, что за то, что последовало за ведами. Заповедь это то, что последовало за ведами. То есть это как у Панишады. И поэтому заповеди надо очень внимательно читать и понимать, что они адресованы современным людям нашего круга, нашим женщинам и нашему народу многострадальному славянскому значит обращено внимание вернуться к своим корням. Вот только и всего. Поэтому Рахман это человек знания прежде всего. И у нас не было никогда никаких религий и никаких вер через букву есть, потому что у нас было ведание. то есть это знания и сторонние наблюдатели считают меня атеистом. Потому что я являюсь не хранителем а носителем знаний. Отец Александр является и нехранителем и не носителем. У него определенная миссия, определенная функция и жреческие обязанности и Копен, Инглинга и так далее. А носитель знаний это который в своей крови из круга в круг переносит язык традиции и культуру. Хорошо. Вопросы продолжают поступать достаточно много. Так что не знаю до скольки мы будем сидеть так в эфире и разъяснять. Сильвестр, вопрос в эфир. Есть ли что-то, что реально может мешать человеку развиваться кроме него самого? Речь о предложенном развитии и ответственности человека? Любое внешнее воздействие на него аннигилируется? Я считаю, что вопрос Сильвестр риторический, то есть в нем заключен ответ. Никто кроме человека ему самому не мешает. Мое такое восприятие. Можно здесь как бы философский диспут раскрыть, но я считаю, что люди они если они не относятся к отрицательной шкале к нежити, к нелюди, к бесам, они вполне как бы способны разобраться в том, как им жить и в каком направлении как бы развиваться. Мое мировосприятие такое, что мы есть сами Перуна в путь. Мы есть его воплощение и мы не просто по нему следуем за нашими предками. Мы его преображаем, обустраиваем, облагораживаем и тем самым воздаем дань памяти нашим великим пращурам. Следующий вопрос. Стрелец вопрос в эфир. Почему люди всегда с точкой воспринимают прошлое? Почему в сознании прошлое оценивается лучше настоящего? Я не совсем про точку может быть неправильно не услышал. Будь любезен, пожалуйста. Вопрос в эфир. Почему люди всегда с точкой воспринимают прошлое? Почему в сознании прошлое оценивается лучше настоящего? Минута на рассуждение. Как я за таком? Я бы здесь повторил слова отца Александра лучше не скажешь. Что людям навязано линейное мышление, что прошлого нет, будущее еще не состоялось, а настоящее мимолетное. И поэтому люди вообще не видят никакой перспективы. и здесь не только речь о прошлом идет. О прошлом думают всегда лучше априори, потому что их там самих не было. Но когда я спрашиваю старшее поколение, какое ваше самое сильное чувство в жизни было, они говорят животный страх. И у них это прошлое, которое мне кажется возвышенным и героическим, оно для них было совершенно другим. Я бы вот так стрелиться ответил. Тогда уточнение сразу в чате. Оказывается, просто здесь очепяточка влезла. Не с точкой, а с тоской воспринимают прошлое. Вот она уточнила. Или он, не знаю, стрелится. Ностальгия. Ностальгия. Ностальгия это обрыв связи. То есть люди должны пестовать свою человеческую природу и тем самым восстанавливать и флору, и фауну, и управлять погодой, и наводить порядок в минеральном царстве, и восстанавливать утраченные материки, континенты, на которых мы должны проходить определенные коны. У нас тут было десять материков, осталось шесть. То есть четырех материков нет. Нету Антлани, нету Аристы, нету Арнии, нету Рамтхи. А это коны у нас связаны с определенными тонкими телами, с определенными наработками, и поэтому занимаясь своей человеческой природой, если вот одним словом назвать предмет моей науки, это человек и ведение. У нас есть природа ведения, но оторванная от человека, есть общество ведения, оторванное от природы, а я стараюсь дать целостную систему, которая называется человек ведения. Это кто человек, откуда он, что он здесь делает, куда он пойдет, какая природа реальности, какие функции и задачи у человека, и как вообще функционирует его человеческая природа. И вот как говорят, жить в гармонии с природой, а здесь обрезано с человеческой природой, со своей человеческой природой. Если идет дождь или снег или гремит гром, это выражение, бессознательное выражение настроения чаяния людей. И не только психическое состояние, но и состояние других тонких тел, про которые просто люди как бы забыли. И они начинают обожествлять свои же человеческие качества. И начинают переносить свои функции на функции внешних высших существ. Ведь Батька Перун это аббревиатура руны, руническая аббревиатура. Путь есть, ратная утеха наша. И поэтому если представлять себе Перуна как некое высшее существо, которое наблюдает, пествует и придет всегда на помощь, то я хочу людей разочаровать, Дарун Кверит, он когда писал слово Перун, он именно вкладывал ратный путь, то есть путь в борьбе с темными силами, совершенственными человеками восстановления. Также и другие боги, например, Велес, это ведущий лес, лес как руна форм жизни. Это не дедушка на тучке, это не какой-то сказочный или мифический персонаж, это определенный человек, достигший определенного уровня развития. То есть богами я называю качество людей в процессе становления их духа и их развития. Такой ответ. так, хорошо, ну что, может быть, а на музыкальную паузу прервемся? Я благодарю за прекрасные композиции, которые мне ласкают душу. Хорошо, ну что ж, продолжаем слушать про Волгу-матушку. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному современных календарей 28 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных 17-й день месяца «Спасибо» на реченье, 7524 лета, понедельник. Вот какие разноплановые песни звучат у нас в эфире, такие разноплановые передачи у нас происходят. А почему? Да потому что мир у нас не плоскостной, и все в нем есть. Единственное, что до пошлости мы стараемся не опускаться, а все остальное, я думаю, нам будет полезно для того, чтобы понять, а кто мы такие и что в нас окружает. А говорим мы сегодня про Рахман про Рахман традицию, Рахман из глубины веков, Рахман традиция, Торрор Рахман главный соведущий. И отвечая на вопросы, коих в чате появляется очень-очень много, а уже у нас два часа прошло, вопросов как-то не убавилось, вроде бы стреляли-стреляли, а все как будто бы на месте. Итак, с этим разобрались, идем дальше. Анубис Чернобогов задает вопрос. Рахман, надо полагать, Брахман это дважды рожденный, а дважды рожденность не связана с возрастом, а отцы, в кавычках, в христианстве должны остаться. Я уловил направленность дважды рожденный джиджива на санскрите, то есть на самостоятельном скрытном. Это человек прошедший именно речения, получивший взрослое имя или рожденный в духе. Значит, в моей традиции именно речения не проводятся людям, потому что это как бы помимо их воли определяется. У нас проводится окличка. Вот сейчас часть лета у нас, руна Э, мы окликаем человека, а это его задача откликнуться. То есть он сам должен прочувствовать и понять свое как бы духовное имя, откликнуться на свое предназначение и пойти выполнять это предначертание. А отцом, я считаю, может быть любой человек, у которого есть сын или дочь. И поэтому а вот уже прерогатива там и приставки святой отец, его святейшество. Вот отцу Александру написали в славяно-арийских ведах, что с благословения его святейшества. Но его никто значит как бы в церковной жизни в нашей его святейшеством не называет, не потому, что у нас нет чинопочитания, а потому, что как бы люди понимают, что титул он человека немножко как бы к чему-то обязывает, не потому, что он ему может не соответствовать, а потому, что вот даже вот обращение ко мне Рахман, да, то есть это вы меня называете, я имею ввиду слушателей, как бы заочно даете мне как бы такой аванс, и вы можете сказать, что я Рахман, ну, пообщавшись, допустим, со мной и для себя выяснить, что я там значит определенными какими-то знаниями, навыками обладаю. Если иерархия в нашей традиции есть, Рахман, значит, человек света, то есть или светлый человек, Рахман, значит, Брахман это уже значит здесь уже более высокий уровень как бы развития достижений, здесь уже Аруна-бог, бог как белый образ гласящий, а потом Пара-Брахман, Пара-Брахман это тот, кто, значит, в паре со своей друидицей, значит, уже у них иренирование на всех уровнях, и они совместно как бы культивируют и развивают человеческую природу и божеские качества в ней. Вот такой ответ. Хороший ответ. Следующий вопрос от Елены, которая только что написала, чат читать невозможно, много провокаторов, значит, популярным становится чат. Вопрос в эфир от нее. есть ли у вас сайт? Да, уважаемая Елена, я не знаю, вот в анонсе там я, видимо, не давал ссылочек, вот, я просто как бы попрошу, или вот люди могут набрать на Ютубе, поискать канал Рахманова традиция, там будут фильмы, конференции и ссылочка на наш форум. Наш форум, он не столько информативный характер имеет, а сколько, значит, как подведение итогов для тех людей, которые там занимаются. Это площадка для публичного экзамена учеников. Они там показывают не просто свое смелое речевое поведение, а отвечают на учебные вопросы, выполняют какие-то задания и тем самым держат публичный экзамен перед большой аудиторией. Значит, там написано про особенности школы, как туда поступать, куда обращаться, вот собеседование я обычно провожу с человеком очень доброжелательно, но если вижу, что человек хочет, значит, ну, каким-то образом, я не буду критно вредить, но с недобрыми намерениями, ну, конечно, с такими людьми как бы общаться не хочется. И отличие как бы вот моей эзотерически закрытой школы, допустим, от школы Кастанеды, там выпускной экзамен, никому не нужный, прыжок в пропасть, что от этого обществу, что от этого славянам, да, может быть, это шаманские достижения, у нас выпускной экзамен, это выход в люди, то есть, когда человек начинает непосредственно менять действительность вокруг себя, когда он становится весевым дием, вот Алексей меня поправил, что у нас есть, там, значит, еще какие-то иерархические, там, значит, ступени, не совсем иерархические, просто есть звание, которое определяет, что это старший жрец, или старший дий, как правильно говорить, а есть ди, но вот только это я сказал, ни в коем случае я тебя не хотел поправить, просто дополнил. Алексей, я прошу прощения, просто чтобы не нанести вред уважаемому нашему потердию, просто я как бы, ну, сдержусь, говорить о структуре вообще как бы. Нет, а мы же не говорим, что вот это сидит там, это там, мы просто говорим, что вот церковность, если мы берем уклад, то там все это расписано, так что здесь мы тайну не открыли. Просто вот ты как бы вот немножко как бы у тебя прозвучали такие нотки, что я там как бы вот так разнылся, что нас судят, надо быть хозяевами, просто я напомню печальную статистику, не успела выйти первая книга славяно-арейских вед, автор, значит, этой локомотивной, титульной, как бы, статьи «Инглиизм», отец Владимир, эта книга вышла уже с черной травмной рамкой. Значит, патер Дей Святослав, значит, как рассказывал сам отец Александр, значит, он неожиданно, значит, почил в Бозе во время общей трапезы на дне Бога Купала в 1985 году. То есть, есть определенные силы, которые, как бы, вот, устраняют, как бы, жрецов, да, и то есть, фактически, не то, что светиться нельзя, а идет именно физическое уничтожение. Значит, Дмитрий храмоустроитель, это было единственное, значит, единственное на нашей земле, на Медгар-земле, шатровое сооружение, капище веды Перуна, Дмитрий храмоустроитель, значит, после того, как он завершил работу над шатром, которая над всем омском, как бы, возвышалась, и, ну, в духовном плане, и это, этот сваор, значит, про этот сваор, про эту свастику, как ее, ну, обобщенно называли люди, горожане, таксисты, знал вообще весь город, и вообще туда десятки тысяч человек, как бы, приезжали. Дмитрий храмоустроитель, день бога купала, общая трапеза, значит, почил в бозе, поэтому, и вот после выхода уже, значит, славяно-орейских вет, значит, старейшина пыхтьяхской общины, тоже появилась травмная рамочка, старейшина, значит, новосибирской общины, Яросвет, тоже появилась травмная рамочка, и так далее, то есть, это не такое безобидное, как бы, занятие, английским заниматься, и, то же самое, как бы, вот, мы сейчас себя заманифестировали, просто я хочу обратиться к людям, чтобы они очень осторожно делились этой информацией, и, вот, особенно, кто придет учиться, они всегда это понимали, что, ну, не всем нравится то, о чем мы говорим, и то, о чем мы доводим людям. Есть те, кто не разделяет эту точку зрения, так мягко скажем. Да. И иногда они свое неразделение через какие-то радикальные способы пытаются высказать, или даже не высказывают, а просто показать, что они просто не согласны. А потом почему-то люди умирают. Да. Ладно, следующий вопрос в эфир от Владимир Азмытищ. Торрор, слушай, я много раз слышал от радиолюбителей, что «Жигулик» какое-то прям загадочное место для прохождения радио. Это правда? Жители имеют проблемы радио и телеприема? Аномальная зона какая-то получается? Очень есть много фильмов, вот, в том числе и у Бажанова, да, у нашего уважаемого здесь земляка. действительно очень много как бы аномального вот здесь в небесах наблюдается. Я здесь как бы в Жигулевских вратах значит нахожусь вот сейчас уже и я очень много да сейчас наблюдаю, деятельность очень как бы интенсивная ведется и не всегда этих самых позитивных положительных каких-то сил. Поэтому попадая сюда лучше связаться или с ведущим человеком вот или ко мне обратиться чтобы избежать вот каких-либо вот негативных последствий. Потому что люди здесь на самом деле подвержены очень сильному влиянию. Многие мои сверстники однокашники значит они фактически ни разу даже не интересовались Жигулями. То есть у них стоит как бы определенный экран. И я бы сказал вот какое-то внимание оно со стороны вот таких вот не наших защитных экранов а со стороны темных сил они значит наказываются. Здесь же у нас есть еще такое политическое движение женское которое женщина значит наша Самарская возглавляет Светлана Пивнова. Она тоже очень много как бы о Жигулях на своих там страничках рассказывает. Вот. И ну кое-что ей информацию немножко там приукрасили но вот там про это про хранилище вот этих динозавриков и так далее. То есть какая-то информация ну в искаженном виде просачивается и вот даже вот до лидера такого движения она же баллотировалась на там и местные органы самоуправления и высшие но вот из-за того что она как бы вот эту информацию немного у нас обнародует ее как бы определенное противодействие тоже ей оказывают. Понятно так следующий вопрос раз уж ты сказал обращаться к тебе то Хелен задает а какой адрес скайпа куда обращаться или проще нам если ты не против обубликовать его где-то или как да конечно вот если попасть на канал на ютуба рахманова традиция или к рахману ставеру на там есть эти реквизиты в том числе и мой значит у меня общинное имя Горислав и вот если латинскими буквами то есть вот герф впереди написать латинскими это вот мой логин скайпа в горе славящий да хорошо Виталий реплика в эфир патерди мужское а патердиса женское или патриция да или патриция в славяно-арийских ведах написано что значит белый божий храм там службу должны нести дисы и сам отец Александр говорил что их готовили в Ирландии но сейчас их нигде не готовят вот и поэтому сейчас дисы обращаются к то есть женщины чтобы обучаться на друидис обращаются ко мне это конечно неправильно это нехорошо то что их учит не верховная друидис а их учит значит Рахман служитель рамхи но вот из-за безвыходного такого положения как бы я вынужден этим заниматься значит я хочу здесь вот что пояснить у друидис есть две магических специальности пусть слово магии не пугает многих маг это тот кто может изменять действительность есть волшебницы которые в мире нави работают и слово работа я тоже как бы не боюсь этого слова да 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 я работать не боюсь особенно над собой продолжаю учиться и в мире яви ведунья и когда я вижу анонс ведун у меня или волхвиня а мужчины значит они могут быть волхвами и чародейами если я вижу волхвиня и ведун я спрашиваю ребята а вы пол себе не поменяли то есть эти люди ну совершенные как бы шарлатаны профаны и они занимаются вообще не тем чем как бы им положено вот волхвиня лады и так далее которые якобы у отца Александра занималась но отец Александр он никогда другими не занимался их подготовкой поэтому это как бы сразу вот ну вот мы как-то вот предварительно обсуждали тему ведунья староверой но я думаю люди сами в состоянии как бы разобраться что ну как какого как бы это хотя меня Алексей предупредил никого ничего не обсуждать я никого ничего не обсуждаю но чтобы люди были бдительны особенно ты просто доносишь информацию особенно женщины да ну ладно хорошо здесь те кто не в чате могут позавидовать тем кто в чате вот как только поступил вопрос о какой скайп сразу же человек написал вот скайп такой-то пожалуйста и тут благодарим 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 так что почаще заглядывайте скайп особенно на живых эфирах и будет вам счастье в жизни будете получать ответы и дополнения к ответам дальше вопрос в эфир от Сергея из Алтая сколько стоит обучение у соведущего ну то бишь у тебя дело в том что стоимость вообще любых знаний она бесценна а энерго биоэнергоинформационный как бы обмен никто не отменял у меня никаких такс нету я никогда назначением никаких такс не занимался и вообще я хочу сказать что я вот этих канонов не нарушаю у меня нет имущества у меня нет каких-то там этих материальных привилегий и так далее вот у нас другие как бы вот там главы каких-то там конфессий каких-то течений направлений они пытаются на себя побольше имущества натянуть если я буду так себя вести ну вы сами понимаете что по канонам воздаяния я просто через меня не будет идти то что я как бы даю людям вот и все и я думаю что мы с тем кто придет мы в индивидуальном порядке значит его лепту его как бы жертву обсудим а вообще это вот в магии называется вторая компонента реального формуле успешной материализации событий чтобы любое событие было материализовано значит необходимы определенные энергетические затраты я употребляю слово научно-технической революции потому что оно понятно как бы людям понятно метод поправляют не скайп а чат да я видимо может быть и говорился сказал скайп почаще в чат заглядывайте народно-славянское радио хотя и в скайп тоже почаще заглядывайте если есть какие-то вопросы дальше следующий Алексей можно ремарку давай я вот всегда пропагандирую и говорю почему вы уткнули свои носы в непонятные СМИ какие-то у вас есть прекрасное значит фактически круглосуточное наш славянский источник славянское радио почему вы не слушаете его там есть телевизионные каналы там русич ТВ коловрат ТВ почему говорю люди вот опять зависаете и начинаете муссировать те вопросы которые вам навязывают СМИ и поэтому я пользуюсь случаем хочу низкий поклон Алексею выразить за то что ты делаешь потому что я когда включаю у себя славянское радио я попадаю в сказку только всего принимай стой поклон только не мне лично а всей нашей дружной команде и всем тем кто поддерживает народно-славянское радио насколько я осведомлен я поэтому так понятно потому что все-таки народное оно и потому народное что народ нас поддерживает не могу сказать что мы жируем и выписываем себе каждый месяц зарплаты так мягко сказать но все-таки какая-то поддержка чувствуется понимая что всем сейчас тяжело и не до того чтобы еще какого-то лишнего лишний рот кормить но все равно поддержка чувствуется хотя в сервера мы можем себе оплатить вот в очередность говорю купили сервер сейчас винчестер должны прийти что-то там может быть подключим и настроим будет у нас еще что-то поинтереснее ладненько дальше я прошу прощения отец Александр он учит вернее учил в уроках очень просто помогайте тем кто хранит помогайте тем кто что-то делает для возрождения славянской культуры вот и все хорошо следующий вопрос от Сергея из Алтая что призваны дать изучающему твои уроки в явном душевном и духовном отношении культивирование своей человеческой природе и изменение восстановления этой действительности ведь люди будут мучиться в этом круге до тех пор пока они его не исправят и поэтому как бы ко мне приходит человек а я знаю что он не первый в воплощении ко мне приходит он сначала был вообще как бы нерешительным потом он сказал мама теперь он еще что-то прибавил я считаю что даже самая какая-то маленькая толика значит изменение в человеке это очень великое дело и у меня многие ученики пишут себе эпиграфом путь в тысячу миль начинается с первого шага сделайте первый шаг а это можно это можно сделать разными способами сейчас очень большой выбор очень большой выбор по своему уровню по своему уровню развития и я никогда не ругаюсь с теми людьми которые мне честно говорят я не готов воспринимать то что ты говоришь то что ты даешь то что ты делаешь у меня вот значит есть там вот как бы своя какая-то дорожка и я не хочу упрекать таких людей такой банальной фразой что все пути ведут к богу роду но не все к нему доходят но вместе с тем люди не могут взять больше чем они способны нанести только и всего поэтому здесь очень у нас очень индивидуальный подход каждому начну так надо вообще понимать что нет большей глупости чем на кого-то обижаться если он идет своей дорожкой каждый человек приходит в этот мир для какой-то своей определенной цели для того чтобы получить какие-то определенные знания наработки что-либо опробировать или что-либо доказать самому себе или принести что-то свое ну к примеру там в род или для рода может он какое-то задание выполняет свое сугубое как это Штирлиц да там и вы что-то Штирлиц будете говорить давай из логово выходи теперь иди к нам на передовую это не совсем правильно а может быть совсем неправильно поэтому если человек выбирает какой-то иной чем вам кажется путь своего развития это еще не означает что его путь хуже вашего для того чтобы на кого-то обижаться что он делает не так как вы надо стать им вот когда вы сможете им стать вот тогда и позволяйте себе обижаться на того кем вы стали то есть на самого себя давай дальше продолжим вопрос в эфир от Оркуинона сколько времени должно происходить обучение для получения так сказать звания жреца и волхва в каком возрасте человек может стать жрецом а в волхве уже говорил что не менее 72 лет об остальных званиях что скажешь я обычно говорю в ответ на такой вопрос ну нельзя значит на занятиях быть одним человеком завтра пойти на работу стать другим человеком со своей супругой значит еще каким-то еще какую-то свою личину включить это образ жизни и поэтому я ни от кого не скрываю что я сам такой же ученик я сам так же учусь и я в том числе учусь у тех людей которые ко мне приходят потому что каждый человек это уникальный вот и когда он начинает моя задача научить человека самостоятельно мыслить творить генерировать эту реку времени исправлять действительность и поэтому исправлять ошибки своих предшественников своих предыдущих жизней и поэтому я считаю это процесс непрерывный и когда наш круг станет гармоничный и кто может встать и сказать что он выполнил свою задачу ну я думаю таких людей пока здесь нет хорошо следующий вопрос вот Елена из Москвы где можно посмотреть ваши уроки ты уже ответил если хочешь можешь дополнить если нет то идем дальше дело в том что посмотрите пожалуйста вот на канале Рахмановой традиции то есть а он на ютубе выложен мой урок Перунов путь называется его продолжительность 2 часа 35 минут там закрыто электронным камуфляжем мое лицо некоторые ко мне значит стучатся и предъявляют претензии что плохого качества значит изображение у меня там доска я работаю на доске вот но я считаю что вы не смотрите на качество вы смотрите на информацию я думаю она там есть и я думаю вы можете составить себе представление как проходят уроки в каком ключе и что мы в конечном итоге как бы изучаем но к сожалению многие люди они не то что 2 часа 35 минут не будут заниматься они может быть сразу увидят там этот электронный камуфляж там полусумеречное какое-то освещение и скажут что это мне нравится я вам хочу сказать что мне значит там за 2000 километров в авоське начальник поезда привез 80 кассет первого училища первого курса Асгарского духовного училища для меня был самый величайший праздник и если бы я там считал все там эти дефекты записи тогда еще тем более в 2000 году она была видеозапись не такая совершенная как сейчас не было цифровых носителей и так далее и я воспринимал с благодарностью и цеплялся за каждую кроху информации которая была на этих носителях про коруну вот значит про конспекты допустим семинарии я их восстанавливал конспекты семинарии они были залиты водой я их прорисовывал этой самой шариковой ручкой потом переносил на цифровой носитель то есть восстановить хоть какие-то крохи потому что там недобросовестный семинарист попался и он как бы вот в такие условия поместил ну фактически выбросил свои конспекты поэтому я так думаю что или я вам не могу не нравиться многие мне предъявляют претензии что я неграмотно пишу что я не не соблюдаю современных правил пунктуации или орфографии такие претензии есть то что у меня не членораздельная речь что я значит употребляю много водных слов я говорю как бы это како бысть да вот значит значит значение чему-то предаю и я рассказываю о таких вещах которые здесь еще не озвучивались в этом круге и поэтому мне очень трудно и поэтому я всегда как бы обращаюсь к своей аудитории чтобы они пробовали извлекать как можно больше информации я сам когда смотрю свои уроки там идет такой поток как вот любит говорит отец Александр который мне абсолютно не принадлежит и каждый человек в зависимости от своего ассоциативного мышления он как бы извлекает свою информацию и не будет одного двух одинаковых конспектов вот меня часто просят написать книгу я просто объясняю людям что невозможно каждому индивидуальную книгу написать ну и стараюсь как могу я значит несколько лет провел за компьютером пострадало очень мое как бы здоровье осанка и так далее несмотря на то что я как бы стараюсь как бы оздоравливаться но здоровье отступает как бы на второй план поэтому пожалуйста приходите учиться и я стараюсь не завалить человека информацией а попросить его отчитаться поработать и тогда он получает следующий урок если сразу человеку вывалить 150 этих самых допустим уроков он их поставит на полку и никогда к ним не приступит и к сожалению я вот говорил что у отца Александра 550 часов реалтайма я не думаю что найдется такой как бы много таких людей которые бы осилили бы этот материал у меня то же самое вот вот тебе такой Сергей пишет так и говорите как бы а Николаевич пишет уважаемые соведущие здравия вам видишь откликается народ нас какой добрый так дальше следующий вопрос от елки вопрос в эфир уважаемый рахмантор вы обучаете только мужчин друидис я вынужден этим заниматься потому что сейчас женщин никто не учит и информация которая предназначена друидисом она не предназначена ни друидам и ни мужчинам и в этом возникает проблема значит если как бы там существует семейная пара то мужчина начинает мне предъявлять претензии подсмотрев эту информацию что это для него информационный геноцид что это для него подрыв его авторитета и поэтому фактически как бы вот по становлению друидис это возникают большие проблемы и женщина чаще всего она предпочитает не служение свое как бы обществу высшим силам а служение у себя в семье своему мужу своим чадом вот и я хочу сказать что класс друидис у меня немногочисленный вот таким образом для я еще хочу добавить что женщина должна понимать что у нее есть своя трирана что она должна возродить службу на ней и когда ей это дело указываешь особенно в тех городах у которых она находится у всех на глазах вот ну не всегда как бы человек женщина хочет заниматься для общего блага просто все люди которые приходят ко мне они должны понять что у меня общее благо стоит первым пунктом кто приходит накопить личную силу приобрести личные ситхи вот они скоро понимают что они как бы пришли немножко не по адресу и идут к экстрасенсам там к магам и так далее ясно ясно дальше смотрим что у нас еще какие вопросы сегодня поступали так радон задает вопрос если волхвом может стать человек не раньше 70 лет то как появился статус волхва у генерала Петрова ну об ушедших или или хорошо или никак это человек который совершил духовный подвиг он начитал курс вот этой мертвой воды значит общей теории как бы управления вот этого системного анализа и он заслуживает как бы всяческого уважения и так далее если он стал нарекать и так далее я вам хочу вообще и вот и тебе Алексей и всем нашим уважаемым слушателям открыть очень страшную тайну если вы услышали от кого-то что кого-то во что-то посвятили это шарлатан в нашей славянской традиции есть только самопосвящение то есть когда человек берет ответственность приходит становится на значит садится за экзаменационную скамью и говорит что он готов и сдает экзамен вот это называется самопосвящением то есть заушного образования нету что всех тянут за уши на жрецов на волхвов и так далее значит у нас как бы испытанием был удар молнии на горе стрельной значит друидиса она значит вызывает вот этот разряд атмосферного электричества и через тебя проходит молния и ты должен быть настолько чист настолько ясен настолько готов к этому и должен быть у тебя такой подъем что ты понимаешь что ты можешь тебя сейчас или убьет или ты станешь рахманом вот третьего не дано и вот не убил тебя гром маленьким это это о нас у нас такое например посвящение поэтому я считаю что многие люди когда об этом узнают ну никакой человек в трезвом уме и твердой памяти добровольно на это не пойдет поэтому это как бы не просто служение это жизнь само самоотверженная жизнь жизнь подвиг жизнь яркая поэтому просто подчеркнуть информацию не имеет никакого смысла понятно это как из серии доктор а я помру а как же ладно хорошо следующий вопрос от Миколаевич Волга Рарика существовала во времена двух лун на небесах про то время можете что-то сказать или нет из-за кого у нас теперь только месяц на небесах и что стало со спутником циферей два вот смотрите я уже сказал но это очень тяжелая очень как бы трудное сообщение из которого не каждый извлечет информацию что вещество и материя оно из круга в круг не переносится поэтому нашей вот современной Волге реке ей не больше круга лет круга жизни не больше 144 лет когда потерпела под Казанию Украина которую там переименовали плавсредства на котором туристов возили нагрузили туда детишек оно затонуло значит слой ила был 2 метра значит ученики у меня сразу провели несложные расчеты даже допустим в стоящей воде за год 20 сантиметров ила образуется ну с учетом значит вот этого искусственного движения перепада значит высот течения 2 метра ила это река которая ну никак не больше того что я сказал более того у меня ученики проделывали лабораторную работу они искали артефакт которому больше круга лет какой-либо любой артефакт значит я говорил что живая природа то есть наша мать сыра земля она переносит только живые объекты и носители которые значит допустим где-то на камне записана какая-то там путем психической энергии какая-то информация вот эти вещи а какие-то материальные объекты они просто напросто не это самое не переносится и Волга она же была водоразделом между двумя континентами то есть как бы правый берег Волги это была Винея а левый берег Волги это была Асия вот и она была как бы вот в те времена про которые вы спрашиваете в тех кругах намного шире но эти два континента произошел как бы вот слип их и это очень как бы имело негативные как бы вот последствия и вот и началось противостояние славян и ариев татары татью арии пришли значит с Русью начали как бы вот эти противостояния потому что Волга это на самом деле был пролив который разделял два континента но ни на одной карте это не осталось значит а где находится у нас Луна я просто сейчас не хочу информационно перегружать Луна это наши плечи человеческие плечи вот Леля и Лада это название двух Лун это вот две энергетические чакры о которых отец Александр значит в предмете юджизм говорит но они как бы попадают сюда уже после родничка когда пошел рост в руки то есть у нас две Луны это два плеча два солнца это два локтя а две галактики это два запястья правое запястье это Перунов путь а левое запястье это туманность Андромеды я современное название как бы говорю и поэтому утрата одной из Лун это просто люди перестали культивировать энергию вот этой чакры я тоже современным как бы языком выражаюсь не хочу информационное перегружать приходите учиться мы все это в цветах и в красках будем разбирать вот ограничусь вот этим ответом хорошо я по традиции уже в ответах не ставлю в последнем часе музыкальную паузу потому что и так все у нас веселенько идет давай дальше в эфир Виталий написал сейчас наметилась опасная тенденция за мнение или взгляд о прошлом наших предков судят людей по известным статьям уголовного кодекса Российской Федерации но такая констатация на взгляд Виталия факта дальше поэтому надо бдительность проявлять только и всего и заботиться о безопасности своих близких хорошо дальше Ёлка вопрос в эфир слово волхв происходит от вол тире хв то есть вол вал бал или что благодарю хранитель волхалы это промежуточный мир значит убийство вообще другого как бы человека или даже другого уровня развития значит это несовместимо с канонами мироздания поэтому для этих как бы людей которые пошли ради спасения своего рода земли и так далее создан промежуточный мир о нем отец Александр очень хорошо рассказывает в своих уроках он геометрически находится между луной и землей волхава и вот там значит вот эти войны которые с мечом в руках пали или с другим оружием пали в бою за праведное дело они находятся в этом промежуточном мире где им как бы дается возможность попасть затем в более высокий следующий мир там они пируют с богами с Одином значит с Тором вот и вот специально создан как бы предками вот такой энергоинформационный уровень я опять слово энергии употребляю да как-то тебя сегодня на и надземчину тянет вот а потому что Алексей а куда деться допустим отца Александра спрашивают откуда в руническом тексте слово энергия в книге света вот и поэтому приходится какие-то значит эти самые там рассказывать закулисные истории они не для всех предназначены это раз потом энергонная система человека да ну как вот в каких еще терминах в каких цветах и красках о ней рассказать поэтому приходится употреблять те слова и я сегодня употребляю те слова которые понятны в итоге всего ну понятно вот Аркуинон кстати написал реплика в эфир в очередной раз предлагаю использовать русские слова вместо иноземных типа дальше внимание истабишментов и прочей пакости вот это Аркуинон эту пакость написал а мне то ее произносить ну ладно дальше Виталий вопрос эфира плоская земля это как карта примерно плоская это полевая это значит мне вот моей традиции известно что значит материя в двух видах существует поле и вещество то есть поле это плоское это то что называют плоскостью это однокоренные слова ученые этого не знают а вещество это то что объемное это то что переведено как бы уже там соединение уже идет многих как бы измерений поэтому земля она плоская не как блин воображение этих лубочных мультиков а это именно полевое состояние то есть земля это поле событий земля это поле событий она естественно никакая не шарообразная вот она сейчас замкнутая как лента Мьобиуса только в силу замкнутого как бы сознания людей которые замкнули замкнулись сами на себя земля это как путь это перунов путь это как дорожка многомерия это значит глубость ширость долгость толстина пенность вот пять измерений пространства вот что вот какую многомерную структуру как бы представляет наша земля пена значит где можно посмотреть такой образ в пеноблоке в пенопласте наука здесь применяет фрактальную геометрию но наша земля она и не плоская и не шарообразная это это пенная структура которая по которой человек должен проходить свой перунов путь вот таким вот образом надо еще мне кажется понимать что очень часто у нас любят все упрощать люди или рисуют бога на тучке как уже было сказано да и дают ему какое-то имя или какое-то природное явление выдают за бога упрощают в этом направлении такой народно-языческий подход либо какие-то энергии богу приписывают не понимая что боги существуют в многомерных мирах где вот так вот просто однозначно судить о чем-то невозможно бог может быть как и физическом неком теле одновременно он может и энергетически на что-то воздействовать одновременно воздействие может проявляться в неких природных явлениях и так далее это примерно то же самое если так вот упрощают и бога к этому или к этому приписывают то же самое как например о человеке судить по следу на песке или на земле я уже приведу такие примеры или о человеке судить по его запаху. Когда сидишь, например, закрытые глаза и чувствуешь запах. А, ну это вот духи то это, а это одеколон вот того-то. Или кто-то прошел ветерок мимо, тебя колыхнул, и ты узнаешь, что вот так быстро или так медленно может ходить тот-то или тот-то. Вот это всего лишь проявление, но это не сам человек. Ни след, ни запах, ни воздействие ветра, ни удар, в конце концов, в репу. Это не сам человек. Это действие или последствия действия человека. То же самое и боги, только в более расширенном варианте. Поэтому то же самое, первым, когда ты приводил, есть аббревиатура «расшифровка», но в то же время существует тот, кто это все может производить. Существует тот, чьи энергии мы можем чувствовать. Существует тот, который перед нами может явиться. Существует тот, который что-то делает. И так далее. Следите за этой мысль с точки зрения многообразности ее. Следите за богами. Не по одному какому-то их проявлению, а потому, что они существуют в более сложных для нашего понимания мирах, в более многогранных, где больше измерений. Просто уходите от дуальности, от прямолинейности. Так будет жить проще вообще по жизни. Давай дальше. Аргентинец. Если мы живем в замкнутой системе и нет космоса, тогда для чего создавали все миры? Выходит, что это сказка? Я же только что ответил на этот вопрос. То есть, выход в многомерный космос идет через развитие человека. Только и всего. Приходите учиться, будем развиваться вместе. Я для этого сюда и послал. Ну, и хочу тебе сказать, что мы вопросы зачитаем, которые поступили еще, например, в 21 час 36 минут. А сейчас у нас 22 часа 50 с лишним минут. Так что, пока мы говорили, вопросы-то набегали. Дальше, Владимир. А что делали после с коровушкой? Хоронили ее? Ну, когда мы про коров говорили, что дальше, когда помирала коровушка? А в сказке же все рассказано. Значит, косточки под яблоньку и потом как бы общались с ней через мореные чертуги. То есть, это яблонька через косточки этой коровушки она подсказывала этой там Машеньке о там надвигающихся событиях, неприятностях и так далее. Это как бы образные структуры, но в этом большой смысл. Отец Александр очень хорошо, значит, говорил, что плаценту и детское место девочки под березоньку сажали сверху березоньку, а, значит, плаценту и пуповину, значит, мальчика под дубок, а потом по состоянию этого растения оно там, значит, как бы и своими эмоциями, у него же тоже есть в растении свои эмоции, она передавала свое настроение, допустим, родителям, которые могли узнать о своем чаде, которые там вообще в другом мире находятся или где-то, значит, на другом континенте и выполняют там свои определенные задачи. Вот таким образом общение. И вот известен, допустим, у нас князь Всеслав Чародей. Он мог как бы обратиться соколом, там, рыбкой, волком, медведем и так далее. То есть он входил в биоценоз, значит, с растителем, с животным царством и мог познавать мир глазами ежика, глазами мышки, глазами змейки, глазами птички. И вот этому я и учу. Этому и учит моя школа, чтобы культивировать себе эту человеческую природу. И в этом нет ничего удивительного. И многие, кто меня слышат, об этом знают, и они испытывали такие состояния сами. Так, дальше такой Владимир пишет. Эй, не, в сказке ее съели. А если не есть, то как? Ну, сказки, они определенные конфессии у нас как бы искажены. Я просто не хочу комментировать. Потому что, ну, вы сами знаете, какой конфессии. У нас есть государственная религия. Они много чего как бы себе приписали. И наших, значит, этих волхвов, и наших жрецов, и Сергия Радонежского в свои ряды записали. Вот. Поэтому надо здесь видеть как бы это самое. Глубже. И, скорее всего, эту как бы коровушку крадировали. А вот эти берцовые косточки, там роженьки ее, они не сгорели. И вот их уже как бы это самое. И у нас вот этот пепел пращуров как бы над землей, над рекой, над лесом, над полем, где трудился человек. А почему нас как бы вот это боялись и боялись. А череп с костями, с берцовыми, да. Даже если много там как бы потратить деревьев, они все равно остаются. Их или там закладывали в угол как бы своего там, своих хоромин. Вот. Или как бы вот на родовом алтаре. Ну, и чужеземцев, и народцев это все пугало. Значит, реплика одна меня задела, что я иностранные слова употребляю. Значит, я, Рахман Торир, говорю, что здесь, в нашем круге, нет ни одного слова, нет ни одной буквицы, не нашей. Все наше. Надо все изучать. И мы в своей школе, рахманской традиции, изучаем все письменности, все культуры, потому что это все наше. Только мы их очищаем от тех как бы наплывов, которые здесь появились, в село деградации людей. Только и всего. Поэтому не надо меня упрекать, потому что я иностранными словами не сругаюсь. Здесь нет ничего иностранного. И вообще наша земля, она обобщенно называется Киевская Русь, а наша, это самое, Вселенная всей светной Руси. Только и всего. Ох, вот эти сказочки, ох, вот эти сказочники, да? Да, да, да. Дальше. Дальше. Так, у нас уже третий час заканчивается. Как мы будем дальше вопрос рассматривать? Или все-таки уже будем прерываться? Я просто хочу пощадить восприятие людей. Потому что я действительно великий сказочник, если меня не остановить. Но как бы пора и честь знать. И тут остапа понесло. Нет, нет, нет. Если Алексей тебя сподобит, если ты попросишь у меня в руки, ты поймешь, что здесь, ну, как бы, речь идет о серьезных вещах, которые действительно меняют мир действительности людей. Поэтому вот таким вот образом. И вот даже вот, я только назову своего, как бы, ученика, который сейчас стал известен широкому кругу общественности. Алексей Кунгуров или нареченный Зараастр. Поэтому можете посудить, что люди, значит, которые учились в нашей школе, ну, они немножко изменили свои мировосприятия. И кое-что могут уже. Вот сами убедитесь на этом примере. Ну, вот я ответил на вопрос по поводу Кунгурова. Здесь сразу Тволья – это ученик. Дальше Клим задал вопрос. Извините, я опоздал к началу. А это тот Рахман, который у Кунгурова на видео был. Ну, видимо, да. Дальше. Владимир Змытищин. Я вот, давай так уже зачитаю еще один из вопросов. Ловля сетью – это массовый забой рыбы? Дело в том, что когда человек ведет натуральное хозяйство, и он сделал у себя заводь на своем ручье, ну, о какой там сети может идти речь? Сколько ему там надо ртов прокормить, чтобы насушить там себе на зиму рыбки? Или если у него там есть эти нарты, лайки, там рыбы заготовить? А сейчас такая трагедия происходит, допустим, на Сахалине. Рыба, она не культивируется в человеческой природе. Она не понимает, зачем она вообще здесь находится. Она выбрасывается на берег. То есть, ее даже сейчас и ловить не надо. Но это трагедия. Так и другие китообразные птицы гибнут. Потому что люди не культивируют свою человеческую природу. Они думают, что это окружающая среда агрессивная, на которую еще и можно и охотиться. И даже стрелять. У нас во всех сказках все наши сказочные звери, которые с верой. Значит, ведь люди знали, что глазами этого мишки на него смотрит далекий родственник, который сейчас к нему не может приехать. И они общаются. А выпустить пулю автоматную, или там, как сейчас показывают эти наумадные северные народы, китов забивают. Я видел это. Неописуемо. Они выпускают там десятки рожков этих автоматных пуль. И нам рассказывают, что это древняя какая-то культура, которая культурно влавливает себе этих китообразных для пропитания. Ну да, у них издруги были автоматы. И они съедают его целиком, живьем. Пьют кровь. Какая-то культура. Это ужас просто. Ну да, у них всегда были автоматы. Они всегда на китов с автоматами, конечно, охотились. Это точно. Ладно, ну что, давай тогда избирательно я какие-то вопросы. Я просто хочу сказать, Алексей, отреагируя на твою ироническую реплику, у нас представители других рас, они еще в 50-60-х годах сидели в клетках здесь. Вот для сведения просто-напросто. Это просто затерто. Это никакие не древние культуры. Это результаты всевозможных экспериментов генетических, где вывели этого самого лидера Кореи и корейский народ сам по себе в качестве эксперимента. У нас на территории ГУЛАГа в Сибири нелюди вывели этого Ким Ирсена и так далее. А кто организовал это самое государство Израиль, так называемое? Полковник Бегин. Где его вырастили и взрастили? В ГУЛАГе. Надели на него полковника, ему бригаду дали, советское оружие так называемое, и он погнал палестинцев выгонять с их земли. Поэтому здесь, вот как словами отца Александра, созидатели одни и имеют право находиться только одни. Но дабы нам не попасть под статью под какую-то, значит, я на эту тему не хочу распространяться. Ну да, ты тут уже наговорился, чуть ли мир на грань атомной войны не поставил. Не забывай, что у Кореи все-таки атомное вооружение уже есть. А братский некоторым представителям России народ Израиля, он тоже не такой простой. Так что портить между вот эти государственные отношения с Российской Федерацией ты не смей. Если ты хочешь знать правду, значит, слушай, я шучу. Значит, смотри, вот ты говоришь, у них нет ядерных носителей. Почему? Они что, глупей? А потому что они говорят правду, что они не могут вокруг Земли запустить ракету. Или там по баллистической траектории, они даже до Соединенных Штатов не могут дострелить. Вот люди бы включили мозги, а почему? Они что, глупей, что ли? Они что, не могут технологию эту утащить себе? Да никто ни в какой космос не летает, только и всего сейчас. И поэтому Северная Корея не говорят правду. А вот у нас сегодня показали бутафорию. И если будете внимательно рассматривать, я думаю, многие блогеры на этом себе составят репутацию. Ладно, хорошо, давай несколько вопросов еще задам. Значит, Клим, вопрос в эфир. Имел беседу с Рахманом Тором в групповом чате по ссылке Алексея Кунгурова за общение на «ты». Он всех очень грубо ругал. Почему теперь спокойная реакция на это? Ведущий истину, я не хочу... Я в чужой монастырь со своим уставом не хожу. Я так образно просто говорю. И я не хочу никого не перевоспитывать и не переучивать. И я не такой мягкий и податливый как бы учитель, которого бы хотели из меня сделать. Поэтому я преподаю и я разговариваю с людьми так, как считаю нужным. Благодарю. Так, дальше. Буквально кратенько. Игорь, вопрос в эфир от Игоря из Пскова. Торо, скажите, ваше направление имеет ли точки соприкосновения с такими славянскими течениями, как русская северная традиция? Буквально, да, нет? «Проведы северных волхвов» – моя настольная книга. Просто я знаю ключи к этой книге. Обычный человек, он там больше двух страниц переварить не может. Приходите ко мне, вместе будем разбирать, что же там на самом деле написано. Руслан, вопрос в эфир. Про наедение – это славянская традиция? Все зависит от уровня развития человека. Дело в том, что если мясоеды сейчас сказать, что завтрашнего дня ты проноед без перестройки сознания, сам Алексей может представить, что с ним будет. И что будет с сыроедом, которому насильно заставить съесть кусочек мяса, к примеру. Я сам проходил через эти все практики. Я на своей шкуре испытал, что, как говорится, в какой среде ты находишься. Еда – это единение с той аудиторией, с той общиной, где ты находишься. Если в этой общине кушают мясо, а туда пришел проноед, они просто друг друга не поймут. Они просто должны разойтись по разным общинам, по разным обществам. Иначе проноеды сведят того, кто мясоед. А ты знаешь, Алексей, вот даже дезэффектно наблюдателя. Женщина манифестирует себе. Я проноед. Она имела такую неосторожность заявить это журналистам. Они ее изолируют в гостиничном номере. Она там не может заниматься проноедением. Потому что к ней пристальное внимание. Здесь еще вот какое. То есть у нас люди и так называемым чудесам, о которых там в заповедях Перуна говорится, просто сами противодействуют. Они сами не дают возможность быть этим чудесам. А ведь нам известно же очень доподлинно. Человек и не принимает воду и пищу с 30-летнего возраста. И это известный факт. Его изучают, таскают по поликлиникам и так далее. Дело в том, что я в своей школе рассматриваю, для чего так называемая вот эта пищевая цепочка предназначена. Если ее использовать по предназначению, человек совершенно на другой уровень существования переходит. И становится, как ты справедливо сказал, с качеством Бога определенного измерения. Так, вот здесь реплика аргентинец. А телевизионные и телефонные спутники тогда где висят, если тарелки наверх направлены? Я проводил такую лабораторную работу с учениками. Почему орбитальная группировка, заявленная военно-космических сил Российской Федерации, равна количеству этих так называемых видимых звезд на небесах, на небосклоне. Это очень обширный вопрос, но я хочу сказать так, что все, что человек видит на небесах, он сам является проектором этих светооптических эффектов, только и всего. Солнце находится внутри человека. Луна находится внутри человека. Звезды нити судьбы находятся внутри человека. И человек, он поворачиваясь, он крутит вот этот весь небосвод над собой. Вот так устроен этот мир в двух словах. А вот тоже такое уточнение. Часто поднимаешь голову и там видишь, реально движется наверху, ночью особенно, такая как маленькая-маленькая звездочка. Одна в этом направлении, другая здесь пошла, третья здесь и так далее. Это не самолет, это явно что-то там такое сверху летит. Это что такое? А вот сейчас очень мало планетариев осталось. А я в детстве ходил в планетарии. Там стоял проектор, который проецировал на купол этого планетария картину звездного неба. И вот что-то движется, это люди подсознательно себя туда проецируют. И так называемые вот эти меркабы, неопознанные летающие объекты, вот эти летающие тарелки, это в основном там спящие люди. И их меркабы, они подсознательно совершают определенные в этом пространстве перемещения. Приходите, будем разбираться в этом. Понятно. Предлагаю более коротко, потому что я уже дочитываю вопросы. Пропускаю те, которые требуют расширенного ответа. В следующих передачах мы вернемся к ним. Реально ли в современных условиях прожить человеку более ста лет? Да, нет? Словами отца Александра и физиолога Павлова, который не признавал душу. Смерть белого человека раньше 150 лет является насильственной. Человек жил кругами, а круг жизни это 144 лет. Хорошо. Так, тоже я упрощаю здесь некоторые вопросы. Виманика Шастра, космические корабли прошлого, это на самом деле так? Я только сказал, учитывая то, что этот вопрос был раньше задан. То есть, меркаба – это есть проекция структуры человека, который обычно сновидит в это время, проецирует себя. И вот таким вот образом себя манифестирует. То есть, Перунов путь находится в правом запястье человека. Но человек сейчас только еще слабо скребет себе левую пятку. Ему нужно пройти вот этот весь путь, прийти в свое правое запястье, и он выйдет в космос, в галактику. Значит, если он достигнет своего правого плеча, он достигнет Луны. Если он достигнет своего правого локтя в своем развитии, немножко дико мои слова звучат, но вместе с тем, внешняя природа, внешний мир – это проекция внутреннего мира, только и всего. Хорошо. Ну и последний вопрос на сегодня уже тоже так, по возможности, коротко. Не буду называть фамилии, имя, которое здесь указано, а так обобщу. Вопрос эфир от Миколаевич. Есть волхвы, которые избавляют от телегонии за установленную таксу в баксах. Скажите что-либо об этом. Ну так нельзя людей обманывать. Я провожу уроки в своей школе, что такое девственность, что такое дефлорация. И каким образом это регулировать. И вообще не половые, а полевые отношения. Это целое направление, которое рассматривается у нас. Приходите, будем разбираться. Понятно. Но вот я придерживаюсь и полевого, как ты говоришь, и половых. Почему? Потому что половинка – это часть целого. Вот есть две половинки, которые необходимо совместить вместе, чтобы получилось целое. Можно маленькую ремарочку? Я сейчас закончу. Поэтому я не отвергаю и полового тоже, когда две половинки. Не то, что у нас какой-то секс безумный под забором с любым попадется. А вот именно две половинки. Вот в этом случае тогда это пол. А так вообще все с тобой согласен. Пожалуйста, ремарку. Да, ремарку и, наверное, уже завершим. Значит, у нас слова все обещали и утратили свой смысл. Любовь – это с любым. Любый, то есть это вот можно с любым. А у нас и ренация – абафь. Это слияние, соединение, соитие на всех энергетических уровнях. Опять я слово энергии употребляю. Ну, в своих уроках… У меня в своих уроках есть свой глоссарий, есть свой эпистолярий. Я просто не хочу сейчас вот вываливать его на это самое, на уши. Секс, слияние экосов – это наше слово. То есть у нас все воспринимается абсолютно. Значит, многие меня упрекают за то, что я матерюсь. А люди перестали материализовать что-либо, потому что им запретили. И я даю сакральный смысл. У нас все диссертации по русскому мату засекречены. Относятся к документам особой важности. Для того, чтобы люди ничего не могли материализовать. И никаким органам размножения наш матерный язык не имеет никакого отношения. И это не то, что с моей стороны эмоциональная шоковая терапия. А просто люди должны знать, что у них забрали. И вот это табуирование мата, оно столько жизненных сил у человека скрывает и блокирует, что здесь целое направление. Вообще, я хочу сказать, приходите учиться. Каждый урок – это бездна. Я сам свой урок, если я его слушаю, то есть я когда его провожу, я этого не замечаю. И когда я его смотрю со стороны, каждый урок – это отдельное направление, отдельная бездна, отдельная бездонная информация для людей, которые, как ты справедливо говоришь, могут для себя что-то взять полезное. Да, после нашего эфира как раз Михаил Васильевич Ломоносов хочет цитировать. «Открылась бездна звезд, полна звезд, дам числа нет, бездне дна». Ну что ж, давайте на этой позитивной нотке мы закончим сегодняшний наш эфир. Я тебе предлагаю появляться у нас в эфире, ну хотя бы раз в месячишко или раз в два месяца, как-то так, с какими-то интересными темами, не такими длинными, может быть, эфирами, а разбирать какую-то одну темочку для того, чтобы что-то от себя доносить. И тогда, наверное, многие вещи будут становиться на место у наших радиослушателей, у тех людей, которые интересуются нашей древностью. Как тебе такое предложение? Я с большой благодарностью принимаю. И большая благодарность тебе и всему твоему коллективу. И я думаю, что люди, значит, они будут поддерживать и культивировать наше славянское радио и попадать в эту сказку. Хорошо. Ну что ж, на СИМ надо подводить итог. У нас сегодня получилась интересная передача. Сначала как-то не очень было уверенно. Ну, видимо, притирались. Потом как-то канал открылся. Пошло дело. И вопросы тут полились такие уже очень интересные. И как-то мы это к концу так разошлись. На предложение разойтись, как пел Высоцкий, мы согласились. 28 апреля 2016 года. Четверг по одному из современных календарей. 17-й день месяца посева на речении. 7500, 24-й. Это понедельник. Рахман из глубины веков. Рахманова традиция. Такова была тема сегодня нашего эфира. Главный соведущий Тора – Рахман. Договорились, что будем встречаться иногда. Устраивать такие посиделки. Вот как это у нас проходило и раньше с другими известными людьми. Я думаю, что придет время, и другие люди, известно, тоже будут подтягиваться. Но, как говорится, по семейным и несемейным обстоятельствам пока они принять участие в эфире не могут. Но все меняется. Может, в ближайшее время кто-то еще к нам подтянется. Из известных людей, о которых мы сегодня тоже упоминали. Так что все еще впереди. Но, опять же, есть такая присказка, притча, когда один ученик пришел к своему учителю и говорит, учитель, а долго ли ждать светлого будущего? Он говорит, если ждать, то долго. Так вот, имейте в виду, что если вы просто будете сидеть на диванчике, смотреть в зомбоящик и интересоваться, а что там умные люди говорят, то это светлое будущее для вас, скорее всего, никогда не наступит. Если же вы хотите быть осознанным человеком, хозяином своей жизни, хозяином своей земли, матушки, быть ответственным за эту землю, матушку, ответственным за все, что вокруг вас происходит, то в этом случае тогда меняйтесь к лучшему и делайте мир лучше через себя. Не вбивайте никому в голову, какой вы хороший, какой плохой другой, кому вы это что-то говорите, а он вас не слушает. Нет, это бесполезно. Просто становитесь человеком. Человеком во всех смыслах этого слова, то есть азом. На симе с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. С вами была Народное Славянское Радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Всего доброго всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова